всем здравствуйте меня зовут антон мартынов и сегодня у нас будет класс мастер-класс какой фотоаппарат купить ну понятное дело что название оно такое весьма условное вот и суть заключается в выборе фототехники ну да и соответственно сейчас про все проект мы будем с вами говорить но сначала я хотел бы представиться если кто меня не знает меня зовут антон мартынов я профессиональный фотограф ритушер я эксперт по выбору фототехники автор разных курсов и статей по фотографиям про некоторые из курсов мы сегодня поговорим эксперт по выбору фототехники да был у меня такой период активный сейчас тоже мне это нравится этим заниматься но был одно время когда мне это очень сильно увлекало я работал в этом направлении серьезно занимался тестами обзорами вот и сотрудничал с разными компаниями помнится что был такой у меня был длительный период и сейчас он в принципе не закончился на общение с фуджи был у меня период общения с никоном с каноном ну и так далее там подобное ну то есть плане экспертности да действительно я очень много этим увлекался очень много этим занимался очень много старался делать интересных обзоров это я думаю что некоторые люди меня поэтому помнят по этим обзором и они до сих пор еще там в сети и иногда люди по ним задают вопрос значит программа у нас какая мы поговорим на что нужно смотреть при выборе фототехники потом посмотрим категории разные фототехники и поговорим на интересующий вас темы то есть вы по задаете вопроса и на них отвечаю насколько я знаю ну что ж поехали сначала правда нужно сделать несколько таких оговорок уточнений по теме мероприятия то есть сегодня выбирать будем фотоаппарат то есть будет говорить про фототехнику именно в разрезе фотоаппарат фотокамер вот а объективы аксессуары там всякие разные вспышки и прочие разные приспособления можно обсудить отдельно, потому что это огромная большая тема и смешивать все это не хотелось бы. Иначе мы в общем просто реально никогда отсюда не выйдем из этой студии. Хотя может быть вам это и приятно, но не знаю, сидеть всю ночь и разговаривать это не то, что может быть легко и то, что может быть свободно сделано. Итак, я думаю это понятно. Второе. Невозможно запихнуть в один обзор вообще все-все-все. С этим я очень давно столкнулся, что всегда приходится что-то выбрасывать, что-то отказываться, что-то опускать. Поэтому, к сожалению, надо быть готовым к тому, что может быть какая-то камера или какая-то особенность будет пропущена, но ничего страшного. Основное я стараюсь рассказать. И еще один важный момент, что в основном речь пойдет о тех фотоаппаратах, которые все-таки есть в продаже, которые можно купить и о тех камерах, которые сняты с производства или фотоаппаратом со вторичного рынка. Мы можем с вами поговорить отдельно, если будет желание, мы можем тоже устроить такой стрим, в котором было бы обсуждение покупки камер бэушных, например. Что купить, что выбрать. То есть это тоже большая тема, к ней нужно отдельно готовиться подробно. И поэтому мы ее можем вынести в отдельный какой-то такой разговор. Еще один важный момент, который тоже нужно обязательно проговорить. Сейчас вообще совершенно непонятно, что с ценами. Ну, то есть, по крайней мере, у нас, в нашей стране абсолютно точно непонятно, что с ценами. Непонятно, сколько стоит. Непонятно, за какие деньги сможете вы купить, не сможете купить. Привезут там фотоаппарат, не привезут. Есть он на складе, нет на складе. Все тайно покрытое мраком. Поэтому цены и доступность, ну, придется гуглить. Тут я, к сожалению, вам помочь ничем не могу. То есть я мог бы, конечно, собрать все цены, но это все очень такое условное. Надо понимать, что сейчас не существует, не выпускается откровенно плохих камер. Ну, то есть нет таких камер, чтобы, можно было бы сказать, вот эта камера просто полный трэш. Да, вот такого нет. У каждой камеры есть свои какие-то достоинства, есть недостатки. Идеальных фотоаппаратов не бывает. Всегда есть какие-то особенности. Что-то хорошо, что-то плохо. И чтобы было понятно, как это все получается и почему так происходит. Почему, не знаю, там, производитель какой-нибудь там, который выпускает там компоненты, не может сделать нормальную камеру. Тот же самый с Соник, примерно. Вот она выпускает там и матрицы, и там экраны, и что-то еще там. Короче, все делает, у них заводы есть по всему миру, всякие разные детали они производят. И вот почему же не может компания там, Сони, Фуджи, Кэнон, Никон, называйте любую, собрать какой-то идеальный фотоаппарат. Почему? Ну, потому что, чтобы было понятно, как работают инженеры. Инженерам приносят отдельные наборы деталей. То есть, даже не приносят, а говорят, что вот смотрите, с точки зрения там вот маркетинга, с точки зрения цен, с точки зрения там хорошего продвижения, мы вам можем предложить вот такую матрицу, такую матрицу и такую матрицу. Выберите там из трех. Это хорошо, если, кстати, выберите из трех. Иногда бывает, выберите из одной. То есть, вот мы вам можем дать такую-то матрицу, да? Мы можем дать такой-то видоискатель электронный, можем дать такой-то экран, да? Мы можем дать такой-то процессор. И вы попробуйте все это, чтобы это заработало и чтобы это нормально работало, да? То есть, вот сделать с этим что-нибудь. И вот, собственно говоря, инженеры, они сидят с этим набором таким суповым. То есть, вот есть там наборы видоискателей, вот там пять штук на выбор, да? Есть там три задних экранчика, да? Вот и там шарниры такой, шарнир сякой, да? Там на выбор, опять же. Процессоры там производят они сами. Ну, опять же, не сами, естественно, завод какой-то производит процессоры, вот. Но по спецификации, по заказу компании-производителя фототехники, вот. И все равно их там не очень много. Разработать новый процессор, это дорого. И поэтому вот тут стоит вопрос. Возьмем мы и впряжемся в разработку нового процессора, или возьмем два старых, например, да? Вот и попробуем их как-то впрячь в параллельный процесс обработать. Да, или четыре старых, возьмем, у Кэмена был такой экспириенс, да, когда стоял не один процессор, а там целых четыре. Один занимался только автофокусом, да? В какой-то камере, я не помню, в какой-то, в каком-то 1D, что-то там, Марк, Марк Первельф. Ну, какая-то, какая-то камера там была, аж четыре процессора. Ну, потому что новый разрабатывать дорого, да, вот, соответственно, было сделано такое решение. Ну, собственно говоря, вот так это все получается, и вот пытаются это все запустить. Вот такой получается квазимода, который там не очень-то срастается, не очень-то запускается. Поэтому, когда эта штука оживает, когда начинают фотографироваться, и они кричат «Аллилуйя!» Очень здорово, да, получают огромный список, чего нужно доделать. Да, они все, в принципе, многие вещи понимают. И идеальных фотоаппаратов не бывает. Ну, еще последний такой момент, который тоже очень важный. Я буду высказывать, когда мы здесь будем обсуждать, свое мнение. То есть я буду говорить свое мнение, я буду рассказывать о себе, своих каких-то впечатлениях, своих представлениях. И вы можете быть несогласны, вы можете указывать на какие-то ошибки, если вы находите, вы можете обсуждать, дискутировать, возражать. Это нормально, я считаю, что у нас здесь дискуссия, место для дискуссии. И поэтому мы с вами можем, ну, как бы в режиме диалога все это обсудить. Окей, я думаю, теперь все понятно. Стало, все точки надъема расставили, можно двигаться дальше. Итак, первый момент, который у нас стоит на повестке дня. На что смотреть при выборе фототехники? То есть когда мы выбираем фотоаппарат, на что нужно смотреть? Я всегда говорил, что первое, на что нужно смотреть, это на привлекательность камеры, на удобство. Фотоаппарат, кажется, что довольно странный какой-то пункт. Но на самом деле, мне кажется, это очень важная тема. Почему? Потому что, ну, если фотоаппарат вам не нравится, если вам к нему душа не лежит, то вы не будете на него снимать. Он у вас будет лежать, он больше будет пыль собирать, чем фотографировать, да. И это не самая лучшая трата денег. Если фотоаппарат вам нравится, если он прям, вот хотите его, да, вот нужно его брать, на мой взгляд. Причем можно попуститься к каким-то там техническим моментам. Да, он хуже, но зато нравится. Вы будете чаще на него снимать, у вас будет больше интересных фотографий. Дальше нужно смотреть на матрицу, это характеристики матрицы, ее размеры, мегапиксельность, используемые технологии, про которые мы сейчас поговорим и так далее. Потом смотрят на байонет, какой есть у фотоаппарата, и какой парк оптики есть под этот байонет, какие объективы. Дальше очень много людей интересует работа автофокуса и вообще скорость работы камеры. Скорость работы камеры это не только скорострельность, хотя это тоже очень важно, но скорость работы камеры это вообще ощущение от работы, которое порой очень сложно выразить словами. То есть бывает фотоаппарат, который снимает 60 кадров в секунду, но он не воспринимается живым, не воспринимается быстрым, он воспринимается довольно тупым таким и медленным. Ну просто потому, что он там медленно реагирует на нажатие кнопок, например, да, или там долго происходит запись после того, как вы 60 кадров в секунду серии засадили, Рауф, в буфер, там забился буфер, и потом он 10 секунд там пережевывает, пока это сбросит на карточку и ничего сделать не может. Такие варианты тоже есть. Ну были, по крайней мере, раньше такое было очень обычное явление. Сейчас тоже встречается, кстати, если думать, что это редкость, нет, такое бывает. Такое случается у некоторых фотоаппаратов современных, есть такая штука, да, что она не включается в какой-либо другой режим, пока не освободит буфер, вот, и занимается тем, что сбрасывает, а буферы сейчас много мегапикселей, да, буферы забиваются быстро. Вот, поэтому вопрос скорости работы камеры, это во многом именно вопрос ощущений, то есть как она воспринимается, да, то есть вот насколько быстро она снимает, насколько она оперативно откликается на нажатие, насколько быстро работает автофокус, ну и так далее. Дальше уже имеет смысл изучать всякие разные технические особенности, там есть ли пыль, влаг, защита, если вам нужна, нужна ли там вам стабилизация матрицы, какие там слоты под карт памяти, да, какие там есть разные способы соединения, Wi-Fi, Bluetooth, USB, HDMI и так далее. Вот, ну и еще очень важный момент, который тоже нужно обязательно обсудить, это цена сервиса доступности. Почему цена не на первом месте? Ну, потому что если вам фотоаппарат не нравится, то, в общем, цена вопроса цены тут на самом деле не актуальна, да, становится, на мой взгляд. Вот, опять же, если фотоаппарат вам не нравится, то какая разница, какой там сервис и какая доступность, вы все равно его не купите, он вам не нужен. Он просто не нравится, ну не хочется и не снимать, да, вот тогда не так уж и нужно смотреть на сервис и доступность. Ну, опять же, я не настаиваю, вы можете придумать свой собственный порядок, на что смотреть, на что смотреть в начале, на что смотреть потом, ну, мне кажется, что это основные такие моменты, которые имеет смысл изучить, когда вы будете выбирать фототехнику. Ну, на некоторых из них мы останемся подробнее, вот я уже говорил. Привлекательность и удобство, то есть, если очень хочется купить какой-то фотоаппарат, конечно, покупайте. Очень важно, чтобы хотелось камеру держать в руках. Я встречал такие ситуации, когда человек покупал не самую лучшую камеру, вот у меня были такие люди, знакомые, да, которые покупали, на мой взгляд, не самую лучшую камеру, не самую удачную, не самую там технически продвинутую, но они на ней очень много снимали. Очень много фотографировали, делали очень много кадров, и когда у них появлялась альтернатива хорошая какая-то, на мой взгляд, камера с хорошими возможностями, человек все равно продолжал снимать на ту камеру, которая была у него в начале. Не самая лучшая, но он на нее снимает, на нее фотографирует, ему в кайф брать эту камеру в руки, ему нравится фотографировать. Это, кстати, большой плюс у фотоаппаратов, который нельзя недооценивать, то есть его часто недооценивают, но это очень важно, на мой взгляд, момент. Поэтому, если вы будете желать камеру, хотите ее взять в руки, если вам будет нравиться ей пользоваться, то, естественно, вы будете больше ее снимать. Это касается, кстати, и профессиональных фотографов тоже. Да, профессиональный фотограф может наступить на горло своей песни и снимать вообще любым фотоаппаратом, была бы задача, было бы желание, и можно снимать любой камеры. То есть я свою жизнь профессиональным фотографом снимал на самую разную технику, начиная от пленочных фотоаппаратов, заканчивая самыми передовыми среднеформатными фотоаппаратами цифровыми, снимал на самую разную технику. И, в общем, в принципе, не вызывает никакого отторжения там любая камера. Но есть какие-то, которые больше нравятся снимать, а есть какие-то меньше снимать. На какую-то ты вот хочется после работы еще что-то пощелкать, да, там больше кадров сделать, а на какую-то после работы ты отдал ее, и все. И не хочешь больше, чтобы у тебя рядом находилось. Так что такое нам может быть. Вот. А по поводу удобства тоже очень важный момент, но его нужно, опять же, проверять лично. Тоже очень лично, потому что руки у всех разные, предпочтения у всех разные. Кому-то нравятся большие камеры с большим хватом, чтобы они были тяжелые, увесистые, да, массивные. Кому-то, наоборот, нравятся маленькие. Кому-то комфортно держать тонкий корпус, кому-то некомфортно. Ну, то есть тут вообще тоже вопрос личных предпочтений. И тут, конечно, нужно идти в магазин или на выставки, или какие-то мероприятия, где презентуется фототехника, и лично держать в руках, пробовать делать снимки. Тут желательно, конечно, вообще бы взять в прокат камеру. Вот, если такая возможность есть, поснимать хотя бы там недельку-другую на этот фотоаппарат, да, чтобы понять, насколько это хорошо или нехорошо. Есть такие фотоаппараты, которые безумно привлекательны с точки зрения дизайна. Вот, например, вот эта камера, я считаю, что она выглядит просто бомбически, безумно красивая, на мой взгляд. И в свое время я хотел такой себе фотоаппарат, но после того, как я подержал его в руках, я понял, что я его не хочу, этот фотоаппарат, потому что держать его абсолютно неудобно. Он очень скользкий, неудобный корпус и очень острые края. И когда ты пытаешься держать эту камеру в руках, эти острые края давят прямо на пальцы, это очень больно. И красота вот здесь требует жертв, прям прямое такое как раз воплощение в этой камере. Да, на нее есть очень прикольные резиновые такие силиконовые чехлы, которые надеваются и делают ее более комфортно. Но тогда смысл-то я не вижу, красоты-то не видно становится. Получается, что такая вот история, когда дизайн бывает очень красивый, а не всегда это удобно. А мы поговорим сейчас про матрицу и какие параметры стоит учитывать при выборе матрицы в фотоаппарат. То есть когда мы смотрим на технические характеристики, что нужно учитывать? Ну, разумеется, размер. Да, физический размер идет впереди планеты всей. То есть какой размер будет у матрицы, от этого будут зависеть многие параметры системы. Дальше многих людей интересует мегапиксельность, сейчас мы про это поговорим. Мало кого интересует, но вещь полезная на самом деле – площадь отдельного пикселя. И дальше еще, возможно, для изучения самой разной технологии. То есть по какой технологии сделана матрица, то есть что там использовалось. Она там бэксайд эллюминает, стейк там или она какая-нибудь, не знаю, там еще разные варианты, которые тоже можно придумать и найти там, тоже можно обсудить. Так, размер матриц, я думаю, все помнят, да, что у нас есть так называемый полный кадр, который образовался от очень популярной пленки 35-мм формата, на которой удалось уместить кадр размером 36 на 24 мм. Ну, так вот звезды встали, что это стало на долгое время таким стандартом де-факто для любительской техники. Это старая история, не буду сейчас про нее рассказывать, даваться. Вот так получилось, да, что вот 36 на 24 мм на долгое время стало нам неким таким путеводным ориентиром. Это называется фулл-фрейм или полный кадр. Хотя на самом деле всегда были фотоаппараты, у которых был размер вот этого кадрового окна больше, всегда были фотоаппараты, у которых этот размер кадрового окна был меньше. И была свобода выбора, даже когда в пленочные времена было, все равно было очень много разных вариантов. На выбор можно было брать такие, можно было брать сякие. Ну, вот сложилось так, опять же, звезды встали тогда, что этот желтенький прямоугольничек 36 на 24 мм стал для нас некой печкой, некой точкой отчета, от которой мы, собственно говоря, все остальное отчитываем. Все, что меньше, чем этот полный кадр, называется кроп, ну, так вот, опять же, тоже довелось называть, да, все кропнутые матрицы. А все, что больше, вот тут вопросы, да, да, идут разные, конечно, дискуссии на эту тему, но, в общем, принято считать это средним форматом, хотя это, конечно, не всегда средний формат. Ну, то есть многие люди, которые снимали на пленку, они говорят, нет, 44 на 33 мм, это никакой-то не средний формат, это кроп от среднего формата, а вот настоящий средний формат, он начинается от 6 на 6, там, получается, 60 на 60, или там 6 на 9, вот это уже настоящий, да, там, средний формат, это уже там true, а это все не true. Ну, это тоже вообще такие разговоры, которые, мне кажется, довольно бессмысленные, просто нужно как это назвать, и поэтому мы будем называть, все, что больше полного кадра, будем называть средний формат, ну, потому что пока еще просто не придумано, какой еще может быть формат. Большой формат, нет, не то. Значит, ну, будет сказать, будет средний. Полный кадр, кроп и средний формат. И от этих вот матриц зависят, в общем-то, параметры всей системы. И так получилось, да, что вот камера строится вокруг матрицы, и если будет матрица маленького размера, то и фотоаппарат будет маленький. Чем больше матриц, тем, как правило, крупнее у нас камера. Да, бывают исключения. Вот есть компании, у которых получается очень хорошо делать компактные вещи, такие как Sony, у них очень здорово получается делать компактные камеры, но надо понимать, что физику не обманешь, да, и когда мы начинаем смотреть все уже в связке с объективами, то выходит, да, что одинаковые по углу зрения объективы, по своим характеристикам, по каким-то возможностям, они имеют совершенно разные габариты, потому что, ну, вот пока на сегодняшний день решить однозначно, вот там, сделать миниатюрную камеру с большими матрицами не получается. На сегодняшний день все равно размер матрицы играет ключевую роль, и от нее уже пляшется создание всей системы. Мегапиксельность тоже важный момент. Считается, что чем больше мегапикселей, тем будет более детальное изображение. Чисто теоретически так и есть, но я предлагаю всем вспомнить такую штуку, как дверной глазок. Я думаю, опять же, тоже помнить такую штуку, что когда мы смотрим своим прекрасным человеческим глазом, который способен очень много деталей разглядеть, если мы смотрим через плохой объектив, а дверной глазок — это плохой объектив, то многих деталей мы не видим. То есть мы не можем разглядеть детали, подробности того, что происходит на лестничной клетке, потому что объектив очень сильно влияет на качество изображения, поэтому у фотоаппарата может быть очень много мегапикселей, действительно, реально, да, но качество картинки может быть не очень высокое, поэтому большое количество мегапикселей — это не то, чем нужно обольщаться, хотя на это тоже имеет смысл смотреть. Есть эмпирическое такое исследование, которое говорит нам, что для любого размера печати, любого размера, какой мы хотим, да, печать, нам нужно определенное расстояние, с которым мы будем смотреть это изображение. Кстати, не только печати, там, электронные носители тоже, то есть экраны и какие-то проекции, если будет у нас проекционный экран. Все то же самое, требуется определенные условия, то есть, чтобы комфортно нам смотреть на изображение, нам нужно смотреть его примерно с расстояния не менее диагонали этого изображения, и если взять остроту человеческого зрения, то есть сколько деталей человек может разглядеть, и посмотреть, с какого расстояния он смотрит на некий напечатанный снимок, то можно вывести, да, что такая максимальная детализация изображения достаточная будет у нас 21-24 мегапикселя, то есть такая цифра, которая является таким поворотным моментом, опять же, выше которой будет уже мегапиксели складываться впрок. То есть не знать, что они будут лишние, не знать, что они будут ненужны, они могут быть нужны, то есть там что-то кропить, да, как-то обрабатывать фотографии, да, поворачивать, даунцемплить, да, чтобы получать качество там и уменьшать количество шумов. Ну, то есть можно, конечно, говорить про полезность мегапикселей, но с точки зрения вот такого необходимого минимума для печати любого размера, это 21-24 мегапикселя, то есть вот это такая тема, которая касается там очень много, нужно ли покупать там супер-мегапиксельную камеру, то есть нужны ли мне вот эти там 50 или там 60 мегапикселей, если я, допустим, занимаюсь там, ну, просто там публикацией в интернете, да нет, не нужны. Хотя, конечно, лишними не будут, если возможность есть, мы можем купить, но нужно понимать, что будет обратная сторона у этих мегапикселей большого количества, файлы будут тяжелые, да, там понадобится много места на дисковом пространстве, ну и так далее, и тому подобное. Более важная характеристика, про которую меньше говорят, это площадь пикселя, то есть когда мы смотрим на характеристики фотоаппарата, некоторые производители сообщают площадь пикселя, не все, но некоторые сообщают, то есть каждый отдельно сочувствительный элемент, который расположен на матрице, имеет свою площадь. Ну и чем больше площадь, тем, в принципе, по идее, лучше будет качество фотографии, но и тем меньше мегапикселей может уместиться у нас на одном и том же пространстве, да, то есть больше площадь каждого отдельного пикселя, соответственно, меньше будет мегапикселей на одной занимаемой площади. Это идет вразрез с желанием, то есть есть желание продать камеру с большим количеством мегапикселей, с одной стороны, а с другой стороны более жирный пиксель, как любят так говорить, да, такое определение жирный пиксель, более жирный пиксель дает более высокое качество. Тоже имеет смысл учитывать и тоже имеет смысл на это смотреть. Ну и технологии, какие могут встречаться, и про что мы сегодня с вами будем говорить, и то, что будем упоминать, сама матрица устроена довольно сложно, то есть там не только эти вот пиксели, там не только собранные вместе чувствительные ячейки, там еще и бывают всякие разные защитные фильтры, там еще бывают разные обвязки, разные еще другие технические моменты, которые тоже имеют смысл учитывать. Какие моменты имеют смысл учитывать? Первый — это массив фильтров, цветофильтров, да, цветофильтров, можно по-разному говорить, но в основном говорят, это про цвет, да, и поэтому можно так сказать цветофильтров, то есть на сегодняшний день встречаются три наиболее часто таких встречающихся видов цветофильтров, это фильтр Байера, X-Trans от Fujifilm и Favion от Sigma. Ну такие три наиболее часто встречаем, причем Favion, конечно, очень редкая такая штука, но тем не менее иногда попадается, иногда встречается это там своя технология, которая имеет свои преимущества, свои недостатки. Вот вы тоже можете на камерах, у камер Sigma встретить такие сенсоры. В основном все крутится вокруг этих трех основных каких-то массивов. Есть разные вариации на тему, то есть есть у Canon, например, своя там Dual Pixel, например, своя технология, да, где каждый пиксель делится на два субпикселя, которые позволяют вам еще какой-то там применять небольшие моменты, связанные там с вычислительной фотографией. Да, не очень это много дает на сегодняшний день, но, в принципе, тоже дает, тоже вещь полезная и тоже можно использовать. Что еще довольно часто встречается, так называемая BCI или Backside Elimination, матрица с обратной засветкой, что это такое, я сейчас не буду объяснять. В принципе, кто хочет, может погуглить, кто не хочет гуглить, у нас есть на Live Classes такой отдельный даже класс, записанный по поводу матрицы, и там все на пальцах подробно рассказано и показано, что такое Backside Elimination, зачем это нужно. Просто относительно новый вид обвязки вот этих сенсоров, которые расположены на матрице, светочувствительных элементов, в которых светочувствительный элемент расположен над проводами. Раньше было наоборот, сначала идут провода, сквозь эти провода попадает свет на светочувствительный элемент, это вот была вот такая вот история. А теперь их все развернули задом наперед, да, сделали так, как появилась возможность сделать технологически, чтобы светочувствительные сенсоры располагались наверху, а снизу провода и обвязка располагались, это увеличило площадь этих, соответственно, пикселей, да, и привело к тому, что больше света, меньше шумов, ну и так далее, там, подобное. Вот, и еще один параметр, который тоже может довольно часто встречаться в описаниях матриц, так называемый стект. Стект — это собранные вместе матрицы с памятью, как правило, да, если говорить простым языком, что это такое, для ускорения считывания сигнала с матрицей стали делать матрицу, собранную вместе с модулями быстрой памяти. Это очень дорогое решение, ну, понятно, что цена этого постепенно падает, да, как в любых электронных вещах, да, с запуском в серийное производство, как правило, цена начинает падать, но тем не менее, это более дорогое решение, но более скоростное. То есть эта матрица позволяет вам быстрее считывать сигнал, ну, соответственно, меньше получает роллинг-шаттер такой эффект, который возникает при работе с электронным затвором, тоже всегда в классе матрицы все это рассказывает, что такое роллинг-шаттер и почему это плохо, вот, и откуда он берется, вот, и, соответственно, стект матрицы, они дают меньше этот роллинг-шаттер эффект, могут более скорострельно фотографировать, и в этом плане они выиграют. Есть, конечно, минусы у этой технологии, потому что немножко проседает динамический диапазон. Иногда множко, иногда немножко, но тоже в чем-то вы выиграете, в чем-то проиграете. Выигрываете, допустим, на скорости работы, да, проигрываете немножко в динамическом диапазоне. Еще, что может быть полезно, и все, может быть, опять же, важно, что можно изучить перед покупкой матрицы, не матрицы, а матрицы в фотоаппарате, в составе фотоаппарата, да, можно изучить, есть ли там так называемый антиалязинговый фильтр, а, фильтр, да, или можно его еще увидеть описание OLP-фи, да, то есть низкочастотный фильтр. Эти фильтры использовались, раньше очень популярны были для подавления эффекта муара, сейчас на некоторых камерах их ставят, а на некоторых нет. Муара довольно неприятное явление, которое особенно неприятно в видеосреде, то есть когда вы снимаете видео, там могут мелкие детали, то есть у вас придет на съемку человек в мелкую, в костюме в мелкую клеточку, да, или там в очень тонкую полосочку, то может так получиться, что когда он будет сидеть, там двигаться, да, у него костюм начнет переливаться такими непонятными кругами, радужными разводами может пойти. И когда одна регулярная структура накладывается на другую, может возникать новый эффект, называется эффект муара, а матрица — это у нас регулярная структура, там у нас столбцы и ряды этих пикселей, они стоят в регулярном порядке, и костюм тоже регулярная структура, имеет клеточку, они друг на друг накладываются, может появляться эффект муара. И вот его подавляли при помощи низкочастотных фильтров муар. И, в принципе, довольно неплохо с этим справлялись эти низкочастотные фильтры, но есть проблема, что при подавлении они снижают детализацию. И когда люди это открыли, сказали, ну как что, они, понятное дело, что все время про это знали, но кто-то первый сказал, а что если нам сделать вот этот аппарат без низкочастотного фильтра? Все такие, да нет, он будет муарить, там будет этот муар, там снимать видео им будет нельзя. А если будет фото? Ну на фото-то не страшно же, не так заметно этот муар, наверное, не так будет часто появляться, ну действительно не часто появляется. Вот, да плюс еще можно, там, не знаю, там какие-то в процессе обработки включить, там, вы в своем фотошопе можете подавить этот муар или каким-то еще другим способом побороться с ним, да и вообще не наши это заботы. Зато смотрите, если мы его уберем, то картинка будет смотреться речи. Она будет смотреться детализированной, будет речи. Вот, ну и, соответственно, такой момент, да, который тоже... было одно время, много появилось камер без этого антиалязингового фильтра. Я считаю, что это новичкам тоже нужно знать, вот, и теперь вы об этом знаете, Максим, да, и все остальные тоже знаете, потому что когда вы будете выбирать фотоаппарат, то, разумеется, вы с этими моментами тоже будете сталкиваться, что такое BCI, вот, будет у вас в технической характеристике. Вы, естественно, можете задать, а можете не задать вопрос, и вот у вас будет выбор, а хочу вот эту камеру или вот эту камеру, и вот какой выбрать, и выбрали, а там вот другой был BCI-сенсор, и он работал лучше, меньше шумов было, могли бы купить его. Ну, примерно так. Еще очень важный момент, который тоже довольно часто обсуждается и тоже довольно часто дискутируется. Хуже ли сейчас кроп, чем полный кадр? На первый взгляд кажется, ну, очевидно уже, да, вот полный кадр там, фулл фрейм, это же круто, это же вот прям реально, да, моща, большая матрица. Ну, действительно, большая матрица дает большой прирост. Ну, можно посмотреть. И есть некоторые параметры, которые можно оценивать. То есть, понятное дело, что есть очевидные параметры, там, размер фотоаппаратов, размер объективов, а есть такие менее очевидные, тем не менее, тоже можно сравнивать. Детализация, мегапиксели там, да, пиксели и так далее. Динамический диапазон можно сравнивать, скорострельность можно сравнивать, шумы, да, можно сравнивать, вот такие вещи. Ну и давайте посмотрим детализацию. Ну вот есть у нас кропнутая камера, есть полнокадовая камера. У одной 24 мегапикселей, а у другой 20 мегапикселей, да, и сказать, что одна камера будет там сильно детализирована, ну они будут примерно одинаково давать картинку. Во-первых, во-вторых, видите, от размера фотоаппарата не зависит, от этой матрицы тоже не зависит детализация. Вот две фотографии, причем какая на какой сделана, я, честно говоря, даже не знаю, и, в принципе, вряд ли кто-то сможет отличить, где на какой фотоаппарат сделан и где каким фотоаппаратом снятым. Динамический диапазон тоже можно померить. Это способность камеры, которая, собственно говоря, запечатлевает одновременно и самые темные, и самые светлые одновременно области, и чем больше этот разброс между светлыми и темными областями, тем будет больше динамический диапазон. Он тоже меряется. Есть прям сайты, которые на этом специализируются, и вот мы видим, вот есть, например, там полнокадровые матрицы Canon OSR, это 5D Mark IV, там такая же матрица стоит абсолютно, да, это полнокадровый фотоаппарат, ветеран заслуженных боевых действий, очень популярная камера. 1DX Mark III, это самая такая популярная на сегодняшний день там репортажная камера у Canon, самая мощная, одна из самых мощных, да, вот, и самых производительных, и там фулл-фрейм, и здесь фулл-фрейм, и вот Fuji, например, да, и вот померенный динамический диапазон говорит о том, что он примерно одинаковый в этих фотоаппаратах. Ну, там плюс-минус, да, туда-сюда, это небольшая разница. То есть от размера матрицы динамический диапазон, конечно, зависит, но больше зависит от технических особенностей, от того самого, там, размера пикселей от жирности, пикселей от технологии, BCI вот те самые, да, стекты и так далее, какие-то технологии, которые никто не хотел изучать, вот от них может зависеть динамический диапазон, а от размера вот сейчас напрямую не зависит. Скорострельность, тоже, опять же, сравниваем. X-T4, который снимает 20 кадров в секунду с электронным затвором, и 15 кадров с механическим затвором. И 1DX Mark III, огромный здоровенный фотоаппарат, который снимает 16 кадров с механическим затвором, и 20 кадров с электронным затвором, при этом с электронным затвором еще проседает динамический диапазон, да, то есть там есть свои особенности, которые у, мы тоже сейчас обсудим немножко, поговорим, да, у которой у этого большого фотоаппарата тоже существует. И получается, что тоже на то же, да, то есть пример тоже на то же. Да, там можно говорить о том, что все-таки Canon имеет лучшую систему фокусировки. Ну да, действительно так, он лучше, там, цепче держит фокус, да, лучше, там, заточен под репортажную съемку, да, но если мы говорим про любительскую съемку, если мы говорим, там, поснимать свою собаку, которая, там, ловит тарелку фризды, то смысла покупать большую камеру, чтобы выиграть в чем, да, уже такого-то нет. Тем более, что если говорить там про скорострельность, вот, аж в 2011 году, что по меркам электроники и всякой разной компьютерной техники, это вообще древность какая-то древняя, камеры могли уже снимать уже 60 рау в секунду. Вот этот фотоаппаратик, он снимал уже 60 кадров в секунду. Рау, ну, строчил. Я потом очень долго записывал их на флешку. Вот, шумы тоже можно оценивать, но проблема шумов очень сильно раздута. Это тоже тема отдельной большой дискуссии, на эту тему тоже я записывал отдельный класс, который прям назывался «Шумы фотографии». И сейчас это во многом инструмент продаж всяких, там, новых фотоаппаратов. Вот, усугубляется проблема шумов в том, что разглядывают эти шумы с очень сильным увеличением, там, на 800% увеличивают, на 400%. И потом говорят, ого, ничего, как картинка шумит. А в напечатанном виде почему-то никто не хочет обсуждать фотографии, да, и там шумы обсуждать. Вот, это очень странно. Вот, и поэтому тема очень сильно преувеличена. Поэтому, да, шумы, конечно, у небольшой матрицы будут больше, ну, в силу физики. Вот, потому что на размер шумов влияют определенные параметры, то есть влияет природа света, сам свет шумит, это нужно учитывать. То есть любая матрица всегда будет давать шумную картинку. Сильнее всего сказывается недостаток света, да, потому что тот естественный шум, который есть у нас из-за разницы попадания фотонов на отдельные ячейки по-разному срабатывания вот этих, улавливания этих фотонов, она есть всегда на всех фотоаппаратах. И если быть недостаток света, то фотограф вынужден будет использовать более высокие значения ISO. А при более высоких значениях ISO вот эти вот шумы сразу становятся более заметны. Они и так есть. То, когда много света, они незаметны. А когда мало света, усиливается сигнал при помощи ISO. И в результате это усиление сигнала, мы начинаем видеть неровности, да, разницу вот этих как раз, где-то больше, где-то меньше. Нагрев матрицы сильно влияет на увеличение шумов. Конструкция матрицы влияет на шумы. Те самые как раз BCI, да, и прочие разные хищрения, да, и разные другие способы тоже влияют. Ну и размер пикселей. То есть вот такие параметры, которые влияют из того, что может быть каким-то образом связано с кропом или фолл-фрейм, это, пожалуй, только размер пикселей здесь, который присутствует. Ну и в какой-то степени нагрев матрицы. Но если производитель заранее подумал о нагреве матрицы, специально, да, что-то сделал на эту тему, то получается только размер пикселей остается. А размер пикселей, это будет зависеть уже от каких-то конструктивных особенностей. И в большом фотоаппарате может быть маленький пиксель, а в маленьком фотоаппарате может быть большой. Поэтому тут, видите, от кропа или фолл-фрейма это не зависит. Зато мы знаем, да, что есть большая разница между, например, объективами под кроп и под фолл-фрейм. Кропы, вот эти два объектива дают одинаковую картинку по углу зрения. Там, может быть, будут нюансы по проработке перспективы. Да, это может быть что-то по-разному будет, но в целом они дают одинаковую по углу зрения, они дают очень схожую по глубине резкости. Да, конечно, левая будет давать меньшую глубину резкости, но это для глаза будет не факт, что будет заметно. Даже в слепом тестировании не факт, что вы это определите. Я делал такие тестирования, проводил люди, ну, так вот так, половину на половину. Кто-то может увидеть, а кто-то нет. Вот, и чтобы прям все сказали, так, о, я вижу, вот это вот снято на кропнутый фотоаппарат, снят на кропнутый объектив, нет, такого нет. Очень много людей этого разницы не видит. А если еще делать не парные сравнения, а серии просто показывают, вот эта картинка на что снята, никто вам не скажет. Там уже близится к 100%, никто не скажет, на что это снято. Но разница в цене и весе, она очень очевидна. Ну, такая вступительная часть, которая, я тоже думаю, будет полезна, потому что нужно проговорить эти основные моменты, это очень важные такие моменты. Еще что там, чем дороже техника, тем лучше. Вот тоже такой момент, который хочется обсудить, тоже хочется сказать, что не собираясь я никакие тут не спровергать истины и говорить, что дешевым фотоаппаратом вы снимете так же, как дорогим. Нет, дорогой фотоаппарат, как правило, позволит решать более сложные задачи. Да, действительно так, профессиональная оптика позволит вам больше задачи в более сложных условиях снимать и более качественную картинку получать, да. Но нужно помнить, что все-таки снимает фотограф, а не камера. Вот Мирослав Тихий это очень прекрасно доказал на своем опыте. Он делал фотоаппарат вообще из мусора. Из мусора это не в переносном смысле, а в прямом смысле. Делал фотоаппарат из мусора и делал очень даже хорошие снимки, выставки его проходят до сих пор. Если мы посмотрим на мастеров, например, Питера Линдберга, то мы можем увидеть, что в руках у него довольно часто бывают такие не очень крутые фотоаппараты. Например, вот на этом снимке с бэкстейджа, который он снимал для Пирели, на календаре Пирели, вот у него фотоаппарат Nikon D750. Не самая дорогая, не самая навороченная камера. Вот на шее вообще какой-то висит Panasonic. А вот Энни Лебовица, и у него там на шее Fuji, а в руках Canon, да, и вот всякое может быть. Понятное дело, что профессионалы, когда им нужно, они используют и большую технику. Тоже вот здесь вот она снимает Yoko Ono, опять же, тоже для календаря Пирели. Лебовица снимала Yoko Ono, и она снимала это на среднеформатную камеру Hasselblad, которая стоит, примерно, как автомобиль бизнес-класса. Да, когда нужно, снимают на большие камеры. Но нужно понимать, что профессионалы готовы решать задачу тем инструментом, который позволит решить задачу. Если задачу можно решить при помощи маленького недорогого фотоаппарата, значит, они будут снимать маленьким недорогим фотоаппаратом. Никто не горит желанием покупать здоровенную, тяжеленную камеру, ну, просто потому, что хочется выглядеть крутым, да. Но это и есть такой момент, который не у профессиональных фотографов, а у любителей, там, и у всяких разных любителей помериться, да. Вот у них может быть такой момент, а у профессионалов такого нет. У них нет желания бороться, там, мериться объективами, да. Вы, там, вот, вы все свои фотоаппараты ко мне в бленду можете сложить. Нет, это все не так. Вот, и стоит ли платить больше, покупать дорогую технику? Вопрос дискуссионный. Вот, например, два фотоаппарата, среднеформатные, обе камеры, имеют одинаковый размер матрицы, 44 на 33 миллиметра, у обоих этих камер, да, у обоих этих камер, у обоих фотоаппаратов, да. И вот, и что мы можем видеть, что одна стоит, там, 6 тысяч долларов за тушку, а вторая стоит, там, 19 тысяч долларов за тушку. Но та, которая стоит 6 тысяч долларов за тушку, она намного круче, чем та, которая за 19 тысяч долларов. То есть вот такое тоже может быть, и поэтому высокая цена далеко не всегда мерила качество и не всегда залог больших потребительских качеств. Тоже нужно понимать и тоже нужно помнить. У Линдберга, видите, D810, ну вот мы на той фотографии, которую я показывал, там явно была камера Nikon с батарейной ручкой, у 810, по-моему, батарейной ручки нет, он, по-моему, сразу был большого форм-фактора без батарейной ручки, насколько я помню, могу ошибаться, но, по-моему, так и было, да вот, поэтому это, значит, какая-то камера, которая классом чуть пониже, уровнем пониже. Вот, ну, это такая небольшая вступительная часть, которую нужно было обязательно проговорить, чтобы нам можно было это обсудить, вот, ну, еще обязательно такой момент, который мы с вами, давайте, сейчас тоже обсудим, как раз вот мне напоминают, да, что вот есть подарок от школы, да, бонус 3000 рублей, который можно потратить на запись, для записи на любой курс школы до 9 сентября. Ну, к этой теме еще обязательно вернемся, да, потому что наш класс, он приурочен, сегодняшний, да, мастер-класс приурочен к запуску двух курсов, которые стартуют в ближайшее время, это курсы основы фотографии и курсы основы фотографии практики. Чуть попозже мы про это обязательно поговорим, я думаю, что к этой теме обязательно вернемся. Ну, и давайте поговорим, на какие категории можно делить фототехнику. Вот разные есть фотоаппараты, большие, маленькие, толстые, тонкие, с большими матрицами, с маленькими матрицами, вот, ну и, соответственно, вот на какие мы можем категории поделить. По типу можем поделить, да, какие типы бывают фотоаппаратов, да, по области применения, по цене можем разделить, да, и по брендам можем. Ну, такие основные, наверное, способы деления фототехники, вот, можно таким вот образом разделить. Наверное, можно еще как-то по другому способу делить, но, мне кажется, это основные такие моменты, которые имеет смысл держать в голове. Итак, давайте посмотрим деление по типу, деление по типу. Представим себе, что нам нужна некая камера, вот какая-то, вот, я хочу там, какую-то фотоаппаратуру, да, там, компактную камеру, да, или хочу себе там, какую-нибудь там любительскую камеру, да, вот такое деление по типу, сейчас мы это пообсудим. И вопрос цены, вот, меня не так волнует, не так актуален. Представим себе, что я богатый человек, у меня есть такая возможность, да, вот, выбирать просто хорошую камеру. Вот мы сейчас попробуем по этому вот принципу выбрать лучший фотоаппарат. Итак, что у нас здесь есть? У нас здесь есть смартфоны, категория, которая мне кажется важна, компактные камеры, небольшие камеры, как правило, с несменным зум-объективом. Ультразумы, то есть те фотоаппараты, которые имеют несменный объектив и, как правило, имеют большой перепад фокусных расстояний. Премиальные компакты. Премиальные компакты, это, как правило, довольно небольшие по размеру камеры, которые имеют несъемные объективы, фиксированные фокусного расстояния, с высокого качества картинка. Зеркалки. Тут же, конечно, вот как раз, да, и беззеркалки. Вот такие вот можно категории. Опять же, вы можете придумать свои собственные категории, задавать свои вопросы, исходя из своих каких-то делений и своих категорий. Мне кажется, что вот такое деление вполне уместно и вполне может быть. Ну и давайте начнем со смартфонов, с первой категории, которая у нас была, и тоже ее обсудим. Очень долгое время я считал, что вот смартфон — это не фотоаппарат, это игрушка для селфи. Но вот уже в 2012 году первая обложка журнала печатного издания была напечатана фотография, сделанная на смартфон. Снимали на 4S, iPhone, да, вот был сделан такой снимок, и он оказался на обложке журнала Time. Потом было много разных публикаций изданий в разных других журналах. И еще одна была такая поворотная эхо, первый фоторепортаж, спортивный фоторепортаж, снятый на смартфон, это был в 2016 году, не только снятый, был опубликован, да. На iPhone 7s снимался, нет, не 7s, 7 Plus, да, большой такой iPhone был. Вот на него снимали спортивный репортаж об игре в американский футбол. И в 2017 году, в общем, по сути, была поставлена такая жирная точка в обсуждении того, может ли смартфон считаться полноценным фотоаппаратом или нет. Обложка, выходит обложка журнала L, это глянец, а глянец предъявляет самые такие повышенные требования к качеству изображения. Если глянец удовлетворяет качество снимка, сделанного на смартфон, то можно считать, что эта тема закрыта. И с точки зрения технической смартфон вполне способен быть полноценным фотоаппаратом и может вполне решать полноценные задачи. То есть это, в принципе, стало камерой, которую можно уже вполне так вот обсуждать на полноценном. Мы видим, да, что с появлением смартфона резко упало количество продаж цифровых фотоаппаратов, она прям резко рухнула вниз стремительным домкратом, как любят в интернете говорить. А сами смартфоны выросли во много раз, да, потому что интерес к ними, в общем-то, не ослабевает, и люди продолжают покупать эти устройства, да, ну, понятно, потому что там не только фотоаппарат, да, не только фотографии, не только видео, есть еще много других приятных моментов у смартфонов, но в целом с появлением действительно и с развитием смартфонов, и с развитием камер в них, и с тем, что стали там какие-то успехи получаться у этих фотоаппаратов, да, продажа фотокамер резко рухнули. И если посмотреть на сайты, которые дают нам статистику, например, сайт Flickr, который позволяет нам посмотреть свою статистику, то мы можем видеть, да, что примерно половина активных пользователей, это 50 миллионов человек на секундочку, да, вот они загружают активных пользователей, 50 миллионов, половина из них загружает фотографии, снятые на смартфон. Примерно так. Вот, и если говорить про смартфон, то, конечно, на первый план выходит вопрос новизны, железо и программного обеспечения, и с точки зрения мобилографии и съемки вообще на смартфон, чем новее будет смартфон, тем лучше, это так. Вот, но есть нюансы, которые мы сейчас с вами тоже обсудим, вот это новые технологии, которые появляются относительно недавно в смартфонах, это ночная съемка, как раз, да, которая позволяет с рук делать такие очень качественные фотографии, которые еще попотеть надо, чтобы сделать большим фотоаппаратом, то есть нужен штатив, нужно там делать несколько кадров, нужно делать брейктинг, нужно потом заниматься HDR, чтобы получить такую фотографию, а тут с рук одним кликом получается фотография, ну вот, то есть это довольно интересная тема, которую тоже можно обсуждать, но это мы оставим пока за скобками, высококачественные картинки ночного режима, вот, но если говорить про смартфоны, тут вспоминается One More Thing, который говорил нам один персонаж, он нам как раз этой фразой очень хорошо запомнился, есть такой конкурс, который мне кажется довольно интересным, это конкурс не ранжирования смартфонов по рейтингу, а конкурс называется Mobile Photo Awards, вот, и я посмотрел, какие там фотографии, за несколько лет скачал их и посмотрел, на что они сняты, на что они сфотографированы, на какие камеры сняты фотографии победителей и те фотографии, которые жюри отметил. Вот такая получилась статистика, что в 2019 году примерно половина снята на айфоны, айфоны, в 2020 году ровно половина сняты на айфоны, в 2021 году, да, айфоны потеснились другими производителями, вот, но в целом мы видим, да, что при рыночной доле компании Apple примерно в 20, там, с лишним процентов, эта доля у них уже давно, она так, в принципе, стабилизировалась, 20, там, 23-24 процента они занимают в продаже смартфонов вообще в мире, тем не менее, вот, в конкурсе мобильной фотографии, где смотрят на интересные фотографии, на оценивают красивость или, там, некрасивость снимков, примерно половина занимает айфоны, ну, то есть такая пища для размышлений, которая, в общем-то, есть о чем подумать. Нужно вам что брать и на чем стоит остановить свой выбор, если вы собираетесь снимать смартфоны. Еще одна пицца для размышлений, которая тоже, я думаю, будет полезна, это вот такое, сделал колесико, да, в котором я собрал просто, вот, посмотрел на какие же айфоны снимали, какие были победители, там, вот, как раз этих конкурсов за несколько лет и какие используются айфоны. И вот тоже можно увидеть, да, что все довольно равномерно распределяется, есть старые модели, есть более новые модели, понятное дело, что каких-то больше, каких-то меньше, но примерно видим такой вот паритет, да, то есть вот на семерку много снято, на восьмерку много снято, на х много снято, на десятку, да, получается, на одиннадцатый тоже примерно много снято, да, это что говорит о том, что да, конечно, хорошо, чисто формально, вот так, с точки зрения, там, понимания, какой смартфон выбрать, хорошо брать самую последнюю модель, там будет больше возможностей. Для того, чтобы сделать интересную фотографию, для того, чтобы сделать интересный снимок, в принципе, могут сойти и старые смартфоны тоже вполне могут решить задачу и вполне можно получить призовое место или быть отмеченным в жюри. Вот такая пицца для размышлений, которая тоже имеет смысл обдумать. Ну и, собственно говоря, давайте смотреть теперь фотоаппараты, что же нам выбрать из раздела из смартфонов. Все понятно, как-то мы определились, то есть, на мой взгляд, если вы хотите хороший себе смартфон, то, мне кажется, вам стоит обратить внимание на продукцию компании Apple, потому что, ну, вот есть, на мой взгляд, этому вполне понятное объяснение, да, вот они делают камеры, несмотря на тесты, которые я тоже приводил, где там смартфон не на первом месте, а где-то там стабильно по тестам, они на каких-то на пятых, на десятых местах, несмотря на это, с точки зрения картинки, с точки зрения результата, да, они находятся в топах, да, то есть выбирать, если выбирать, ну, скорее всего, Apple. Хотя я думаю, что сейчас будет целая волна хейта, скажут, нет, это все не то, ну, пожалуйста, дело ваше, есть статистика, она, в общем, такая вот. А вы дальше уже сами можете интерпретировать по-своему и придумывать свои собственные какие-то, собственно говоря, обсуждения. А мы говорим теперь про компактные камеры. И, на мой взгляд, самый лучший выбор, если вы собираетесь купить себе компактный фотоаппарат, то, пожалуй, самый лучший будет выбор, это хороший смартфон, причем из последних каких-то моделей, ну, например, взять какой-нибудь iPhone 11 Pro какой-нибудь, да, вот, ну и, собственно говоря, на него все это прекрасно снимать, фотографировать, очень хороший результат одним нажатием. У него три камеры, 26 мм эквивалентная, 13 мм и 77 мм, это примерно такое эквивалентное фокусное расстояние, вот, и получается очень высокое качество изображения. Ну, скажем так, можно со скепсисом относиться к этому выбору, можно, на самом деле, воспринимать это как шутку, а можно воспринимать это всерьез, потому что во многих случаях действительно использование iPhone будет более оправданной, ну, или там другого смартфона, если вам больше нравится, будет оправданной штукой и действительно позволит вам гораздо проще, легче и спокойнее получать хорошие по качеству фотографии. Если говорить по альтернативе, какие могут быть, то тут тоже можно смотреть, там, какие-нибудь, там, Google Pixel можно смотреть, Huawei Mate 40, там, Huawei P50 можно взять, Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi 12s Ultra, это тоже очень хорошие смартфоны, которые дают очень высокое качество изображению, ну, тоже в качестве альтернативы, если вдруг по каким-то причинам вы, там, на дух не переносите iPhone, а такое может быть, и таких людей я знаю очень много, то вот в качестве альтернативы можно посмотреть на это. Ну, это небольшое лирическое отступление, теперь про фотоаппараты, да, вот, на мой взгляд, среди компактных камер на сегодняшний день самый лучший выбор это какая-нибудь камера из серии RX100, которую выпускает компания Sony, и мне кажется, что наиболее лучший, опять же, вариант из того, что я видел, из того, что я пробовал, на что я снимал, это RX100 7-го поколения, вот такая камера с дюймовым сенсором, с полным набором всего, чего только можно, на борту полный фарш, есть у нас и есть и видоискатель, и вспышка, и поворотный экран, здесь есть и объектив, который имеет фокусное расстояние в эквиваленте от 24 до 200 мм, вот, и все-все, что ты хочешь, и 4К он может тоже снимать, все прекрасно, все замечательно. Вот такая камера, вот так она выглядит в руках, у камеры прекрасный автофокус, пожалуй, самый лучший автофокус в этом классе, очень хорошее качество, получается, картинок JPEG, отличный динамический диапазон у этих изображений, вот, очень качественный объектив, про который я уже говорил, от 24 до 200 мм в 35 мм эквиваленте, там получается оптический стабилизатор, поэтому получается хорошее стабилизирование, 4К видео с минимальным роллинг-шаттером, вот, ну и так далее, там потом очень много есть приятных моментов, есть, конечно, минусы, без этого никак, без минусов не обойтись, у камер Sony традиционно довольно сложное и запутанное пользовательское меню, то есть там можно долго шариться по этому меню, чтобы найти нужный пункт, вот, если говорить про автофокусировку, там очень много сложных таких параметров, которые для любителей могут быть непростыми, вот, если говорить про съемку в слабом освещении, то этот фотоаппарат, конечно, с темноватыми, это объектив, все-таки, да, на длинном конце он темноват, и тем сложновато будет снимать, вот, и тоже есть минусы, которые у фотоаппарата есть, например, то же самое буфер довольно медленно освобождается из-за ограничения слота памяти, который только подвержит ультра-хай-спид 1, это первая категория, вот, сенсорный экран используется как наведение на резкость, но не может использоваться почему-то в меню, да, вот, есть сенсорный экран, но нельзя листать меню по нему, ну, почему так сделано, это вопрос компании Sony. Нет места для установки внешнего микрофона, в комплект нам не дают зарядное устройство, вот, довольно скользкий корпус, и по моему опыту, что я могу сказать лично вам про эту камеру, она довольно хрупкая, она довольно хрупкая, то есть любое какое-то, вот, там, небольшое даже падение этого фотоаппарата, там, с не очень большой высоты, есть вероятность, что что-то в ней сломается, вот, это мой личный опыт, который, да, довольно печальный, и учитывая, что камера очень дорогая, да, вот, нужно быть очень аккуратным. То есть все классно, она размером с пачку сигарет дает классные возможности, но, но вот есть такой минус. В качестве альтернативы можно рассмотреть такую камеру, которая относительно недавно появилась, она называется Sony ZV-1, ZV-1, вот, это такой компактный фотоаппарат, тоже с дюймовым сенсором, как раз BCI, и тут используется CMOS, вот, и объектив с оптической стабилизацией, что, в принципе, тоже довольно неплохо, вот и. 24-70, не очень большой здесь получается перепад фокусных расстояний, но такая довольно упрощенная модель, которая подходит хорошо для всяких разных людей, которые любят снимать для блогов, то, что называется влогинг, да, снимать себя любимых, и снимать быстро, и не сильно заморачиваясь какими-то там сложными настройками, большим количеством кнопок и так далее. и тому подобное. То есть, вот, что здесь у нас хорошего, да, в этой камере, то, что у нее очень хорошая фокусировка, довольно удобное переключение между фото и видео, может снимать 4К, вот, причем есть даже какие-то высокоскоростные режимы для съемки всяких этих slow-mo, да, красивых можно, вот, даже есть лог, но, правда, 8-битный, но, тем не менее, вот, есть встроенный микрофон, прикольный, с ветрозащитой, который позволяет вам давать хороший звук, даже в сложных условиях, вот, ну, и, в принципе, камера, которая позволяет неплохо фотографировать себя, все вокруг, но нужно понимать, что она имеет некий перекос, этот фотоаппарат в сторону видео, видео, то есть, кто любит заниматься съемкой видео, которым людям это будет более актуально, вот, я рекомендую внимание обратить на этот фотоаппарат. Альтернативные варианты, как видите, их большое количество, здесь можно, у Canon очень много фотоаппаратов, с дюймовой матрицей, это фотоаппараты, напомню, да, с несменным зумообъективом, G1, G7, G9, причем разных уже поколений, там, у Panasonic есть, у Sony есть альтернативные варианты, это их очень много выпущено, и, в принципе, там довольно интересно, что Sony, насколько я понял, не снимает с продажей, у нас очень многие старые фотоаппараты, и, по крайней мере, в Sony Store, в магазинах, да, довольно часто можно видеть предложения о продаже, там, ну, если не первого поколения сотой камеры, да, RX100, то второго, третьего, они до сих пор еще продают, самую компанию, то есть, можно их купить, можно проанализировать характеристики, посмотреть и купить, и там, в принципе, есть хороший вариант, то есть, не хочется, там, платить за последнюю модель, она очень дорогая, да, там очень много, да, то можно найти какие-то предыдущие варианты, которые будут дешевле, ну, они будут похуже, но форм-фактор будет такой же, размер с пачкой сигарет. Еще один неплохой альтернативный вариант, вот можно рассмотреть G5X Mag II, Кэдновский фотоаппарат, тоже компактная камера, видите, с таким полностью поворотным экраном, и тоже дюймовый сенсор здесь используется, и вот такая вот камера, 30 кадров в секунду может снимать, очень даже неплохо для компактного фотоаппарата. Это очень маленькая камера, с довольно универсальным объективом, 24-120, это очень хороший диапазон фокусных расстояний, который позволяет снимать вам от пейзажа до, в принципе, таких каких-то телефото, каких-то вот стабилизированных 4K видео, там, в принципе, все довольно неплохо. При этом довольно интересно, что у камеры там встроенный ND-фильтр на три ступени, что тоже очень классно, позволяет вам использовать этот фильтр, да, когда вы хотите снимать там либо с длинными выдержками, либо когда у вас там не хватает коротких выдержек, тоже можно использовать это. Вот, небольшой роллинг-шаттер, может снимать аж до 30 кадров в секунду, много-много-много всяких разных прикольных фишек, но есть, конечно, и минусы, следящий автофокус не так хорошо работает, все это серийные съемки, ну, маленькая камера, да, что-то не ожидать. Вот, видео так довольно заметно софтит, но вот не очень качественный шумоподавление в JPEG, на высоких высотах там съедается много деталей, вот, и автофокус при съемке видео не самый лучший, есть такие моменты, что слабая батарея, вот, и если говорить про зарядку, она, в общем-то, требует очень мощного питания, да, USB-зарядка. Но, в принципе, вариант неплохой, как видите. Мы переходим к следующей категории, это ультразумы. Ультразумы, это вот такие фотоаппараты, у которых, как правило, тоже несъемный объектив, но с большим перепадом фокусных расстояний. Вот прикольная штука, на которой я довольно много снимал, это Sony RX10, да, там был RX100, это RX10 четвертого поколения, очень, мне показалось, прикольная камера. Она действительно не маленькая, она совсем не компактная камера, не сказать, что она крошечная, вот, но, тем не менее, это довольно такая крупная камера, тем не менее, она очень универсальна. То есть, не фишка, то, что она универсальна, то есть, это большой перепад фокусных расстояний, от 24 до 600 миллиметров, эквивалентное фокусное расстояние, и на длинном конце диафрагма 4. Ну, то есть, представляете себе, что вы получаете фотоаппарат, у которого объектив 600 на 4, это 600 миллиметров фокусное расстояние 4 диафрагма. Ну, если бы это было бы, не знаю, какой-нибудь Canon полнокадровый, то этот объектив был бы, наверное, размером с полстола, я думаю, 600 на 4, да, весил бы килограммов, наверное, 8, этот объектив, я думаю, примерно так, и стоил бы, наверное, несколько миллионов рублей. Ну, можно посмотреть, есть такие похожие у Canon объективы, можно там у Nikon посмотреть, да, и там, конечно, ценник, вес и говорит, абсолютно негуманный, но, понятное дело, что дюймовая матрица, да, то есть, это, конечно, намного меньше, чем то, что есть полуполного кадра, да, понятное дело, что там будет сильно проигрывать, но мы помним, да, что современные технологии приводят к тому, что кропнутые камеры далеко не всегда будут однозначно проигрывать полнокадровым фотоаппаратам. Да, они будут там более шумные, понятно, да, с этого никак не уйти, этот момент единственный, который может быть минусом, но в остальном вполне возможно, что по детализации будут такие же, по скорострельности будут такие же, по динамическому диапазону вполне возможно, будут очень схожи давать картинку, но вы будете снимать на 600 миллиметров. Вот, соответственно, вот такая вот тема. Прекрасный совершенно фотоаппарат, мне показался довольно интересный, тут плюсы и минусы я тоже выписал, какие есть, и тут довольно много приятных таких моментов. Есть, конечно, и минусы. Такие, как вот там не очень удобные кнопочки, которые мелкие, но это, в общем, на самом деле болезнь многих камер Sony, к сожалению, есть такая особенность у них, вот очень красивый дизайн, но кнопочки с невнятной обратной связью, ну, то есть в том плане, что нажал-то или нажал, непонятно, то есть вроде как вот нажал, а вроде не понятно, не можешь понять, не глядя на изменения. Вот, ну и есть нюансы, которые здесь вот можно отнести к минусам. А мы двинемся дальше, еще посмотрим альтернативные варианты, то, что предлагает нам Panasonic, тоже довольно приятная, компактная камера, вот, и тоже вариант довольно неплохой, причем цена у него очень такая, в отличие от Sony, которые очень дорогие камеры, но пускай тут цена вполне такая демократичная. Тоже есть плюсы и минусы, тоже я вам рекомендую, если кто-то хочет компактную камеру с хорошими фокусными расстояниями, с хорошими возможностями, то вот рекомендую обратить внимание на этот вот вариант тоже. Вот есть такой целый список как раз вот этих ультразумов, в котором, кстати, очень прикольная камера, вот вторая сверху, Nikon Coolpix P1000, у нее совсем маленькая матрица, там 1,2,3 дюйма, то есть не 1,2,3 дюйма, 1,2,3 дюйма, то есть такая совсем-совсем-совсем крошечная, короче, матрица, она вот такого реального размера, совсем с ноготок, но объектив у него, по-моему, от 24 до 3000 мм, если мне память не изменяет, до 3000 мм, 3000 мм, правда там светосила 8 уже получается на длинном конце, но 3000 мм это реально подзорная труба, это уже даже не объектив, это просто реально телескоп, то есть используя такой объектив уже сложно попасть, потому что это уже будет такая снайперская тема, попасть с таким фокусным расстоянием, вторых, там будет, конечно, искажение воздуха, воздушных масс уже мешать фотографировать, но если будет хорошая погода, холодный воздух, да, и вы будете снимать на большие расстояния, без дымки, да, сможете сделать такие кадры, где кто-то там находится реально очень-очень-очень-очень далеко от вас, ну, в плане энтузиастов, таких людей, которые любят поснимать что-то на сверх длиннофокусные объективы, всегда очень много, а тут все в одном, то есть ты купил фотоаппарат, да, он громоздкий, да, он большой, да, он в принципе не очень дешевый, но зато у вас все сразу, вам не нужно менять объективы, вам не нужно задумываться, какой объектив купить следующий, да, вам не нужно там в пупыхах, там, когда увидели что-то далеко расположенное, какую-то там птичку красивой на ветке, не нужно там судорожно думать, где же мой рюкзак с объективом, с большим длиннофокусным, и как бы мне так его быстренько нацепить, этот объектив, чтобы быстренько эту птичку сфотографировать, вот это вот не нужно думать, все сразу у вас под рукой, плюсы и минусы есть у любого выбора, у любого решения. Премиальные компакты, тоже такая категория, как правило, это такие фотоаппараты, у которых несменный, как вы помните, фикс-объектив довольно высокого качества, ну и здесь, пожалуй, лучший выбор, это, конечно, Fujifilm, X100V, очень хорошая модель такая, да, которая на новом уже сенсоре, BCI как раз, CMOS используется новый сенсор, относительно новый, да, 26 мегапикселей, эквивалентный, фокусное расстояние 35 миллиметров, ну, вообще объектив там 23 миллиметра, да, но с учетом кроуфактора, угол зрения у него будет такой же, как у 35-миллиметрового объектива, светосила 2, не очень может быть какая-то выдающаяся, но у этого фотоаппарата прикольная фишка, это оптический гибридный, оптический видоискатель, который может по желанию быть оптическим, как у дальномерных камер, а может быть электронным, то есть нажимаете кнопочку, у вас так, нажимаете кнопочку, у вас сяк, хотите, смотрите электронный, видоискатель, хотите, включаетесь, оптический смотрите, это очень большая такая редкость, на сегодняшний день альтернатив этой камере нет, то есть вот аналогов такому фотоаппарату с гибридным видоискателем нет, есть разные вариации на тему, там, просто с электронным видоискателем, да, с какими-то такими вариациями, вот, но с гибридным нет ни у кого, но это тема такая вот, которая, в общем, для многих людей очень прикольная, вот, ну, и плюс возможности у этой камеры очень высокие, да, и за счет нового сенсора, за счет нового матрицы, которая там появилась с этой моделью, есть возможность снимать очень хорошо видео, что тоже бывает очень приятно в этом автоаппарате, он, видите, довольно компактный автоаппарат, вот, и новый переработанный там объектив, который может снимать и крупным планом без дымки, да, и высокое качество дает по углам изображения, вот, лучшие в своем классе, возможности по съемке в формате 4К, наклонный сенсорный экран, наконец, появился долго, просили его, умоляли, говорили, сделайте нам этой камере наклонный экран, там был фиксированный, а Fuji говорили, нет, мы не будем делать это, мешает дизайн, это делает дизайн не таким привлекательным, это ломает нам формы, ну, вот, как-то уломали, сделали так, что вот он, видите, он хоть и наклонный, но он там находится так аккуратно, да, что не видно его там, кто хочет со сложным, ну, тот снимает со сложным, кто хочет использовать для съемки с ракурса снизу или сверху, может отгибать от экрана и снимать. Вот, есть, конечно, минус этого фотоаппарата, не очень много настраиваемых кнопок, а тачскрин, который решает эту задачу, не всем приходится по вкусу, почему, потому что они отказались от такого, был четырехкнопочный такой, ну, как это называется, до селектора, да, который был, они от него отказались, и, мне кажется, зря отказались, вот, в этой модели камеры, ну, и кнопок стало резко меньше, и программировать их стало тоже не так удобно, вот этот очень прикольный диск, который у него находится наверху, который одновременно позволяет выдержки выбирать, и если его потянуть еще ISO, может менять, выглядит прекрасно, абсолютно воспринимается, как часовая такая штука, знаете, высококачественная, часовая деталь, да, такая вот, знаете, как часы, там, с хай-тек такой, но проблема, то, что он такой, на мой взгляд, перегруженный, не очень удобный в эксплуатации, выглядит прекрасно, бомбически, да, вот, но использовать его не факт, что удобно, вот, но в целом камера классная, и вот если вам хочется компакт, такой вот, который был бы супер-пупер, то вот я рекомендую его, в качестве альтернативы можно рассмотреть такую камеру, как Ricoh GR третьего поколения, вот такой вот альтернативный вариант можно рассмотреть, но что можно сказать по поводу этой камеры, в 35-миллиметровом эквиваленте объектив более широкий, 28 миллиметров на любителя, то есть 35 миллиметров более универсально, потому что можно снимать портреты, можно снимать стрит, жанр, да, можно снимать там все, а вот 28 миллиметров, это уже такой стоит вопрос, то есть вот что там снимать, ну, жанр, стрит, да, а портреты уже нет, вот, и в принципе камера очень компактная, то есть на сегодняшний день это самая компактная камера размера, которая влезает в карман рубашки, да, то есть вот такая вот, совсем компактная, с матрицей IPSC, напомню, я снимал на эту камеру, довольно много снимал, довольно много фотографировал, и что я могу сказать по поводу этого фотоаппарата, что я, честно говоря, не понял, зачем он вообще был выпущен, но это мое мнение, да, то есть он абсолютно дает унылую картину, то есть есть там плюсы, есть минусы, которые можно объективно обсуждать, можно говорить, там не хватает там времени автономной работы, довольно быстро он разряжается, нет электронного видоискателя, никакого вообще даже опционального, опциональный оптический видоискатель, просто дверной глазок, который ставится сверху на горячий башмак, он продается довольно дорого, да, то есть за счет того, что у нас есть, в нашем законодательстве есть ограничения, вот эти вот, если вы знаете, да, бывают такие очень прикольные оптические видоискатели, которые на горячий башмак крепятся, Это просто такая маленькая стекляшка, которая позволяет вам просто примерно целить фотоаппарат. Так вот, наша таможня считает это объективом. По своим собственным причинам, не спрашивайте, почему, because what? Бикос соленый абрикос, она считает этим объективом, и поэтому облагает там повышенной какой-то таможенной ставкой. И в результате я просто знаю от тех людей, которые завозят оборудование, что они не хотят ввозить эти дополнительные опциональные оптические видоискатели, потому что получается очень дорого, никто их не покупает за эти деньги. Ну, вот такая вот история. Камера, на мой взгляд, бессмысленная. Ну, кому нравятся компактные камеры с большим при этом сенсором, который может умещаться в кармане куртки, для нердов таких, да, людей, которые прям любят достать, смотрите, у меня вот так. Вам, это не какой-нибудь Apple, не какой-нибудь там iPhone, да, который есть у всех. А у меня крутая камера. Ну, можно. Альтернативы. Можно посмотреть Leica, Sigma, есть прям целая серия фотоаппарат с разными объективами. И еще в качестве альтернативы можно рассмотреть жутко дорогущую, но очень прикольную камеру Sony Cybershot RX1R второго поколения. Там все есть, там и полнокадровый сенсор, там и 35-мм объектив, тоже со святой силой 2.0, там и выдвижной электронный видоискатель, и все, что только хочешь, но за безумный день. Ну, прикольная камера. Вот, это вот если говорить про компактный фотоаппарат. Ну, вот мы дошли до зеркалок. Давайте мы посмотрим зеркалки, а потом сделаем небольшую рекламную паузу. Вот так вот. Сделаем такой ход. Перед длинной темой с беззеркалками мы сделаем рекламную паузу. Итак, зеркалки. Понятное дело, что зеркалки тоже бывают разные, начального уровня. Что можно будет? Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, если вот стоит вопрос, я хочу зеркалку начального уровня, самое там, ну что там сейчас есть на рынке, вот купить что мне. Да, вот я бы предложил вам посмотреть на камеру 250D, которую Canon выпускает. Это очень маленькая, очень маленькая камера, реально прям такая крошечная. Да, она начального уровня, то есть не нужно ждать от нее каких-то чудес, но она прекрасно снимает. Через переходник вы можете поставить на нее оптику, даже без переходника, там EF-S, да, получается. EF-EF-S можно поставить даже без переходника, там оптику полноценную, да, можно вполне использовать большие объективы светосильные. Да, это будет смотреться, конечно, странно, будет смотреться забавно, но тема довольно прикольная. То есть вот камера, которая дает хороший результат, и при этом очень компактная, и относительно недорогая. Вот, из того, что здесь из плюсов, там довольно прикольная тема с подсказками всякими разными электронными. То есть все нужно сделать, чтобы получить хорошую картинку, прям показывает вам камера сама. Настроите это, настройте то. Вот, и гвайт-мод такая называется, режим, да, и для новичков это может быть полезной штукой. Она очень качественная, очень приятная, есть разные расцветки, есть там не только белая, как я показывал, есть и черная, да, это вполне логично. Есть еще какого-то такого кремового цвета с прикольными кожами, такими вставками, обшивки. Ну, то есть для тех, кто любит дизайнерские штуки, это может быть прикольная тема. Вот, и это, в принципе, такая полноценная Canon камера. Да, у нее есть минусы, понятное дело, что там чудес, там, с Live View, она, например, будет работать недолго. Ну, понятно, это не беззеркалка, она не заточена под работу с Live View, но, тем не менее, вот, можно. 4К можно снимать, но снимается довольно сильным кропом. Это, кстати, довольно частая ситуация, довольно распространенная проблема. То есть, когда вы захотите снимать 4К, на многих камерах выясняется, что 4К снимается с кропом. То есть, у вас камера, допустим, так, кроп, 1.6 у нее, у этой камеры, у этого Canon. А еще, если вы захотите 4К, то есть, уже от этого кропа будет еще 1.7 кроп. То есть, будет сниматься совсем с небольшой зоны, и в результате у вас угол зрения, объективы сразу резко уменьшатся. Вот, вот такая вот камера. А в качестве альтернативы можно посмотреть Nikon D3500. Тоже камера начального уровня, звезд с неба не хватает, она, в принципе, хорошо подходит для тех, кто любит снимать фото, но не хочет снимать видео, для кого видео это не очень интересно. Вот, а фото, оно снимает очень неплохо, опять же, можно использовать большие объективы, полноценные Nikon'овские системы. Она очень дает хорошее качество изображения, очень высокая детализация, то есть, для такой маленькой камеры относительно недорогой. Это очень хороший такой вариант. Вот, любительские камеры, любительские фотоаппараты, ну, это, опять же, для тех, кто энтузиаст и хочет получить, там, уже больше возможностей от фотоаппарата, я бы рекомендовал бы, если говорить в зеркалке, то я бы рекомендовал бы Nikon D500. На мой взгляд, прекрасная камера с кропнутой матрицей, да, там, 21 мегапиксель, не очень много, но, как вы помните, да, мы с вами обсуждали, что 21 мегапиксель, это, в принципе, хватит для печати любого размера изображения, вот, и с вполне такими приемлемыми характеристиками. 10 кадров в секунду, можешь шарашить эта камера довольно быстро, и если у вас камера используется флешка XQDS, вы там используете довольно скоростную, то вы можете снимать прям до 200 кадров RAW в серии, это довольно много. То есть получается довольно большой буфер, и высокая скорость записи делает вам возможность снимать очень длинными сериями. Тема довольно, мне кажется, интересная для тех, кто любит снимать семейные фотографии, детей, которые очень непоседливые, неподвижные, подвижные, да, не, наоборот, подвижные, да, и скачут, бегают и прыгают. Еще фишка этой камеры в том, что здесь используется фокусировка от топовой зеркальной Nikonovs камеры, от D5. Здесь фокусировочный модуль стоит от D5. Это говорит о том, что у этой камеры прекрасный автофокус. Действительно так. То есть она с хорошим цепким автофокусом, в том числе следящий автофокус, да, и с очень высокой скоростью работы, даже на серийные съемки 10 кадров в секунду камера прекрасно работает, там, автофокус, очень большой буфер, да, вот, и это очень прикольная тема, которая, ну, позволяет сделать ее такой вот впечатляющей и классной зеркальной камерой для любителей, которые хотят больше контроля. То есть понятно, что, там, начинающим не так важен контроль, да, там, лишь бы снимала, вот, и было красиво. То в случае с любителем нам уже больше вариантов. В качестве альтернативы предлагаю рассмотреть 90D камеру каноновскую, тоже, в принципе, хороший вариант. 33 мегапикселя, что довольно хорошо. Ну, в принципе, все примерно то же самое, что и D500, только чуть получше с видео. С видео чуть поинтереснее получается. Тут 4К со всей матрицы снимается без кропа и дает довольно высокое качество 4К. Вот, хотя лучше снимать на него, конечно, Full HD, на все эти камеры лучше снимать Full HD, 4К, это, конечно, вот, на любительские камеры, это не самый лучший вариант. Вот, но в целом, в целом, очень хорошая альтернатива начального уровня, не начального, а любительской камеры. Вот, либо Nikon, либо вот Canon. Еще из вариантов можно посмотреть Nikon D7500 и Pentax Copy, то есть можно посмотреть и тоже себе что-то из этого присмотреть, что больше нравится. Для продвинутых пользователей, для продвинутых пользователей, если говорить про зеркалки, то я рекомендую 780 Nikon. Это уже полный кадр, 25 мегапикселей, вот, и это такая серьезная камера с очень серьезной начинкой, с очень большими возможностями, вот, и она, конечно, очень в плане возможностей очень хорошая. Да, и цена у нее соответствующая, не очень приятная, не очень, я думаю, всем понравится ценник этой камеры, но плюсов у нее очень много, минусов не так много, как видите, да. Такие они касаются, в основном, таких моментов, да, что, может быть, не так хорошо работает отслеживание объектов в режиме реального времени, да, там, может быть, там, что в видоискателе зона точек фокусировки, если говорить про фазовые дочки, 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 они все ближе к центру, расположены довольно распространенные, кстати, проблемы многих зеркальных фотоаппаратов, что основные, самые важные рабочие точки фокусировки, они ближе к центру расположены, вот, ну, и такие другие моменты, которые, в принципе, может быть, кому-то будут важны, а может, кому-то будут не очень важны, то есть, например, там, что при высокой скоростной серийной съемке, 12 кадров в секунду, заметный роллинг-шаттер, да, с электронным затвором начинает снимать, и на роллинг-шаттер очень заметен, опять же, снимаете вы с электронным затвором, нужно вам 12 кадров в секунду, не нужно, это уже вы сами должны решить, и, исходя из этого, принять решение, собираетесь в эту камеру покупать или нет. Альтернатива старичок, старичок 5D Mark IV, альтернативный вариант, вполне такой еще в строю, 30-мегапиксельный, полнокадровый, соответственно, фотоаппарат, который очень, я думаю, всем известен, очень популярная камера, очень много на нее народ снимает, вот, и, в принципе, он до сих пор еще в ходу, еще можно на нее снимать. Но есть ряд минусов у этой камеры, разумеется, довольно много, она уже устарела, то есть, она уже морально устарела, 5D Mark IV уже давным-давно в строю, и он, конечно, уже, ну, с точки зрения начинки, с точки зрения возможностей, он уже, конечно, устарел, то есть, там, всяких разных, там, нету, там, лог, гаммы для записи, там, видео, на 4К пишется скропа, да, то есть, там, получается, 4К пишется скропа 1.6, ну, то есть, если вы захотите этим пятаком поснимать 5D Mark IV 4K видео, то вы будете снимать с таким же углом зрения, как будто у вас кропнутый фотоаппарат. Вдруг объектив, хоп, и картинка у вас стала значительно уже, угол зрения, вот, и не такая она быстрая, там, в режиме Live View, 4 кадра в секунду, это, конечно, уже древность, конечно, да, вот. С точки зрения возможностей, этот фотоаппарат, конечно, очень сильно уступает современным кадрам. К тому же 780-м, он очень сильно проигрывает, на мой взгляд, но он очень популярен, ну, в силу того, что, конечно, нас вообще очень любят. Вот, ну, и для профи, что же выбрать для профи? Ну, на мой взгляд, прекрасный вариант для профи, это 850 Nikon, такой здоровенный, мощненный, толстенный, жирненный фотоаппарат, который прекрасно совершенно снимает в зеркальном варианте, не очень хорошо снимает в режиме Live View, конечно, довольно тормозной получается, но в режиме зеркального фотоаппарата он просто реально как отбойный молоток, такой кувалда, такая прям вот снимает и снимает, снимает и снимает, все точно, четко, высокая детализация, 45 мегапикселей, это очень высокое качество, базовый ISO 64, что для фото вообще прекрасно, там, качество хорошее, динамический диапазон великолепный, ну, такая вот серьезная камера. Вот, есть, конечно, минусы, к минусам таким, которые, ну, прям явно у этой камеры, конечно, автофокус Live View там вообще, можно сказать, никакой, на мой взгляд, довольно унылый, и вообще через Live View эта камера работает очень плохо, на мой взгляд. Вот та же самая история, про которую я говорил, то есть снять серию кадров, если в Live View, то потом надо ждать, пока камера все запишет на флешку. Вот она, если снимать в зеркальном, то есть когда вы смотрите через оптический видоискатель, все прекрасно, она работает замечательно, как молоток, реально, да, то есть вам не нужно ничего ждать, вам не нужно ничего там, о чем-то заботиться, она там снимаешь и снимаешь, да, вот себе, прекрасно. А переключил ее в Live View, например, там, для того, чтобы снимать с нижнего ракурса, или там, с высокого ракурса, смотря по экранчику, ты сделал серию кадров, и ты ждешь, пока она запишется на буфер, да, и тут, конечно, история такая очень странная, на мой взгляд. Вот, ну, многие люди столкнулись, когда появилась эта 800-я серия Nikon, с тем, что очень много было таких в интернете обсуждений, и серии того, что, ой, моя камера там, и там, и Миррор Шок, то есть такой смаз получается, и все что-то смазано, и все что-то не очень четкое, сразу все сплошились. То есть, это очень важный момент, про который тоже нужно помнить, многомегапиксельные камеры сразу показывают любые огрехи, то есть многомегапиксельным фотоаппаратом нужно снимать несколько по-другому. То есть, я привыклю, там, камера 10 мегапикселей, там, 8-10 мегапикселей, до появления вот этих Nikon 800-й серии, там, 800-й, 810-й, и все снимали, там, 12 мегапикселей был фотоаппарат, и все было здорово, все классно, там, да, вот если ты немножко не такие подобрал настройки, у тебя был микросмаз, то на камере, там, 8 мегапикселей, там, в 12 мегапикселей, никто не видел эту разницу, ну, подумаешь. А когда появился фотоаппарат, у которого 40 мегапикселей, да, там, с хвостиком, то сразу стало видно, вот этот микросмаз сразу сразу стал виден, да, там, то, что неправильно подобраны настройки, да, и то, что нужно камеру точнее и тщательнее устанавливать, или, там, держать крепче. Вот это сразу себе обратили внимание, и то, что юстировка сразу становится прям необходима, то есть такой момент, на который сразу стоит обратить внимание. Альтернативой тоже, опять же, старичок, 1DX Mark III, прекрасный репортерский фотоаппарат, который есть у Кэнна, замечательная камера, до сих пор в строю, в общем, вполне себе, для тех, кто хочет реально профессионально работать, у которого есть деньги у людей, да, то, в принципе, вполне можно рекомендовать. С большими моментами, там, интересными по видео, позволяют много снимать, через видео интересных получать решения, да, и с высокой скоростью работы в Live View, кстати, вот такая вот переходная модель, по сути, да, это когда Кэнон отрабатывал технологии перехода на беззеркалки, и вот эта зеркальная камера, которая снимала в беззеркальном режиме Live View быстрее, чем в зеркале. Вот, 16 кадров она снимала как зеркалка, и 20 кадров она снимала через Live View, с автофокусом, со всеми пирогами, это, в принципе, получилось, да, мне вот так. Вот, ну и прежде, чем мы поговорим про беззеркалки, давайте сделаем небольшую рекламную паузу, которую я обещал, да, если это обязательно нужно сказать, да, и потом мы с вами будем обсуждать в беззеркалке. Есть такой момент, который мы тоже обязательно должны обсудить, потому что времени много прошло, и нам нужно сделать рекламную интеграцию. Ну, это вещь важная. Мы здесь собрались все, потому что хотим узнать, какие фотоаппараты купить, хотим купить, потому что мы устраиваем здесь сейчас вот, да, такую вот распродажу, вот, очень полезную, нашей школы, которой уже 10 лет, она уже очень давно уже на рынке, у которой очень много студентов, в которой есть разные самые направления, есть и графика, и фотографии, и видео, и аудио, и искусство, и все, что вы хотите. Вот, прям 59 курсов, вот, и стартуют сейчас в ближайшее время 3 курса по фотографии, введение фотографии, основу фотографии, основу фотографии, практика. И до 9 сентября у нас акции, идут довольно большие скидки, плюс бонус 3000 рублей для тех, кто захочет его потратить на любой из этих курсов, то есть частично можно оплатить этим бонусом, вот, и, соответственно, записаться на любой из этих курсов. Ну, более подробно, основу фотографии – это такой стартовый курс для новичков, и он про самые главные аспекты фотографии, то есть от техники до всяких разных творческих моментов. Там мы обсуждаем за большое количество вот этих занятий, и там много видео занятий, там есть онлайн много занятий, и там мы обсуждаем все вот, что связано с основным моментом. То есть как раз фототехнику, выбор более подробных фотоаппаратов, а что купить мне в первую очередь, а что во вторую, какой объектив, это я все тоже подсказываю, рассказываю, объясняю, и все-все про это говорю. Потом, как пользоваться этой техникой, как ее настраивать, да, какую роль играет свет, зачем нужен цвет и что он тоже решает. Мы обсуждаем, как работает композиция, то есть мы работаем над самыми основными такими моментами. Вот, и этот курс подойдет, разумеется, новичкам, ну, те, кто не знает ничего фотографии, будет с нуля обучаться, там это будет очень полезно, и очень, я думаю, будет полезно любителям фотографии, которые хотели бы систематизировать свои знания, то есть имея некое разрозненное знание, собрать их воедино, да, собрать их в какую-то единую встроенную систему, которую я помогу, конечно, сформировать. Научитесь обращаться техникой, работать с кадром, от построения кадра до финальной обработки. Тут были люди, которые проходили, они не дадут соврать, там очень много домашних заданий, которые нужно выполнять и которые как раз посвящены основным приемам съемки. То есть как сделать кадр с размытым фоном, как сделать кадр, в котором была бы большая гриб, как сделать фотографию, чтобы было там смазанное изображение, четкое изображение, как добиться того, как добиться всего, как получить цвета, как получить композицию, все это мы с вами обсуждаем на этом курсе. И важно, что есть обязательно у нас как раз личная связь, то есть есть обратная связь, по всем работам даются комментарии, работы дорабатываются с учетом этих комментариев, все обсуждается, все мы говорим, да, и мы все с вами в относительно небольшой группе, да, все это проговорим. Курс стартует 15 сентября, закончится 9 ноября, то есть это ближайший поток, причем скидка довольно большая до 9 сентября, плюс 3 тысячи будет вам бонус. Чтобы посмотреть, как все это выглядит, где записываться, то есть вот можете зайти прямо на сайт школы, вот, да, и вот прямо вот у нас есть обучение, фотография, и вот тут тоже баннер этой акции, да, тут у нас есть как раз очень важный. Вот и есть основа фотографии, заходите, вот и здесь как раз можно увидеть, что вот та самая акция, скидка, вот до 9 сентября она будет действовать, а кто хочет еще выгоднее, вот есть еще выгоднее на дальние даты записываться, там можно еще, еще, еще и выиграть. Вот, соответственно, вот это вот так вот, да, если основа фотографии практик, все то же самое, заходите и видите, да, что 13 октября начнется ближайшая основа фотографии практика, и тоже со скидкой. Основа фотографии практика — это курт для тех, кто уже прошел основу фотографии, то есть он разобрался с настройками фототехники, либо человек, который, может быть, не ходил на мои курсы, такой может быть, человек, ну, пришел, увидел, о, тут школа что-то там преподает, и интересно показалось, но желательно, чтобы человек, который идет на основу фотографии практика, чтобы он знал информацию, которая есть в основах фотографии. Ну, то есть можно зайти на страничку курса, я только что сейчас показывал, где там посмотреть программу, посмотреть, что там мы изучаем, если вы видите то, что вы это знаете, то, что вам понятно, что вам все известно, то можно идти на основу фотографии практика, где, судя по названию, мы на практике тренируемся сделать интересные фотографии. То есть вот те знания, которые у нас были на основу фотографии, нужны нам для того, чтобы взлететь на практике и делать практические работы, делать практические фотографии, которые бы, ну, работы, да, которые были бы уже с учетом всех знаний, полученных на основу фотографии. И кому это важно? У кого есть база? То есть тот курс, который все-таки требует некого понимания, некого знания, с нуля там будет сложновато. Это тоже можно, и были такие люди, которые приходили с нуля, но это такая бразильская система, сложновато. Поэтому лучше, чтобы было знание, и опытным фотографам тоже этот курс будет полезен, потому что там прокачиваются практические навыки на фотографирование в самых разных жанрах. То есть снимаются разные жанры, осваиваем как раз натюрморт, пейзаж, портрет, нюн и так далее. Разные жанры, мы смотрим, что в них важно, на что стоит обратить внимание, как они создаются, кадры, и в каждом этом жанре прокачиваем свои навыки, ну и плюс вы получаете потом фотографии, которые, я думаю, не стыдно будет положить в портфолио, потому что вот там как раз внимательно следим за смыслом, за содержанием, за сюжетом, за тем, чтобы была интересная фотография для того, чтобы она вызывала интересы зрителей. Вот такая вот история, если говорить про курс «Основы фотографии практика». Начнёт он 13 октября, как я уже говорил, вот, и тоже на него скидка, причём довольно большая, до 9 сентября такая очень хорошая, хорошая большая скидка. Есть ещё другие курсы, на которые тоже вы можете записываться, и тот бонус, который вам придёт по почте, 3000 рублей, вы можете потратить и на другие курсы, например, там от «Композиции психологии восприятия» Андрея Зигаренко «Прекрасный курс по композиции», как понятно из названия, или «Прекрасный курс ретушь для фотографов», или «Мой хороший курс портретной фотографии». Вот, тоже можно записываться и тоже можно смотреть разный ряд. Если будет интересно, я расскажу. Вот, Максим спрашивает, чем отличается введение фотографии от основ фотографии? Введение фотографии, судя по названию, это курс, задача которого как раз людям объяснить, что такое фотография, из чего она состоит, и дать им какие-то основные базисные понятия, чтобы было понятно, вот что такое фотография, к чему она стремится, что должно быть фотографией интересным, на чём она строится, что такое вообще современная фотография. То есть вот такой вот задача этого курса. Там не стоит вопрос техники на курсе введения фотографий, там вы снимать можете смартфоном, можете снимать, не знаю, там мыльницей, чем хотите. То есть это, в принципе, не важно. Важно немножко другое, важно говорить про смыслы, важно говорить про использование света, цвета, композиции, вот эти вот моменты, которые даются прямо в самом начальном виде, в таком начальном подходе, чтобы можно было понять и почувствовать. И задача курса ведения фотографии, чтобы вы просто попробовали на себе как раз этот онлайн-формат, нравится вам, не нравится, подходит, не подходит, и насколько это вообще комфортно обучаться, и чтобы этот курс был не скучный, он был не пустой, там очень много содержимого, много информации. Опять же, были люди, которые прошли, я думаю, они не дадут соврать, они здесь присутствуют. Ну, разумеется, у нас есть гарантия качества на все курсы, если после первых двух занятий вы поймете, что курс вам не подходит, то школа вам, конечно, возвращает всю стоимость обучения. Вот это вот такая вот история, которая у нас есть вообще везде и всюду. Мстислав спрашивает, не было ли у меня в руках Fuji H2S, была, по автофокусу там все хорошо, вот, по поводу экспозиции, честно говоря, я не заметил какой-то проблемы, что экспозиция дышит при автофокусировке на видео, но я не видеограф, я-то сейчас не снимаю видео, это не моя стезя, поэтому, возможно, я просто что-то не знаю, но из того, что я видел, у меня были тестовые такие, ну, как я снимал там просто для себя, я не заметил, что от автофокуса как-то дышит экспозиция. Ну, вот X-T3, вот вы говорите, что невозможно было снимать с автофокуса, но, честно говоря, не знаю про это, вот, и первый раз про это слышу, а от других тоже не слышу. Но все может быть, и от того, что я это не слышал, это не значит, что этого нет. То, что я снимал, я этого не замечал. В западных обзорах и в какой-то прессе, который есть по X-H2S, вот этого нет. То есть вот этого я не видел. Причем в обзорах видеограф тоже. Я смотрел сравнение, где H2S сравнивают с разными камерами, и, наверное, при сравнении с Panasonic GH6, возможно, там что-то и всплыло бы, да, что вот у этой камеры автофокус козлит. Но никто про это ничего не сказал, вот, и поэтому, но пока я делаю вывод, Мстислав, что такой вот у, по крайней мере, у H2S нет проблем. X-T3 не видел тоже, но не значит, что этого нет. Александр пишет, что снимая на PD Mark III, стал замечать, что фотографии все чаще имеют небольшой тинт, оттенок мадженты, если снимать в авто ББ. Вижу розоватость, и на экранчик сразу после сделанного кадра я смотрю RAW на экране компьютера. Как считаете, нормальный для устаревших моделей Canon или автобаланс белого должен быть точным? Нет, автобаланс белого не может быть точным. Вообще априори. Баланс белого тема такая, про которую тоже был отдельный класс. Эмбрайт подробно говорил. Априори правильный баланс белого невозможен, просто это физически невозможная ситуация, когда у вас будет что-то белое, абсолютно белым. Да, потому что есть рефлексы, есть релеевское рассеивание, и свет проходит неоднородно. Ну, в общем, короче, правильного баланса белого не существует. Есть баланс белого, который нравится, который не нравится. Если вы чувствуете, что он вам не нравится, то, как правило, во многих камерах есть коррекция баланса белого, то есть вы можете автобаланс белого еще заставить его немножко сдвинуться в те цвета, которые вам больше нравятся. Это делается довольно легко. При настройке автобаланса белого есть еще коррекция. Это все можно поправить. Вот. Поэтому, если вы считаете, что он розовитый, и вам это не нравится, и вам это досаждает, вот эта штука, то вы можете это внести сразу в коррективы. А вообще, конечно, если говорить про баланс белого, то правильный, на мой взгляд, его корректировать после съемки в RAW, корректировать на экране при обработке. То есть сделать уже более правильный, более подходящий, потому что то, что делает камера, далеко не всегда хорошо. Любой фотоаппарат может ошибаться. Есть свои склонности. У Canon краснит, Nikon синит, Никон, там кто-то еще зеленит. Вот. Эта тема известная. Это к тому, что встроенный баланс белого у любого фотоаппарата, он немножечко может в ту или иную сторону отклоняться. Вот. И да, кстати, вот Максим неплохо подсказывает, да, что возможно, что там кто-то как раз вот эти коррекции настроил, как раз, как ему казалось, более правильно в сторону Magento. Вот. И возможно, что там нужно просто сбросить эти настройки. По поводу R5 или R6 нет оттенков каких-то не... Вообще, то, что мой опыт общения с Canon был довольно обширный. У меня было очень много Canon фотоаппаратов. И сказать, что какая-то Magento там явная, такого нет. Я вот, опять же, не могу это вспомнить. То есть у меня всегда это было довольно забавно, когда там люди говорят, что там кто-то краснит, кто-то синит. Ну да, например, если говорить про JPEG у Sony, то он действительно очень холодный. Да, там очень много холодных цветов. То есть камера Sony, например, в холодный цвет, это не значит, что они синят. Но холодные преобладают, да, они стараются баланс белого сдвигать в холодный. Ну почему такое предпочтение? Вот. У Canon, ну да, возможно, Magento было больше, у Nikon больше желтизны было, но все равно это камеры, которые не снимаешь в JPEG. Ну то есть нет смысла снимать на эти камеры, было в JPEG, или раньше не было, но в общем сейчас нет особенного смысла. Имеет смысл снимать в RAW и корректировать их уже в процессе там уже обработки. Единственная камера, которой я позволяю снимать иногда в JPEG, это Fuji, который тоже имеет свои особенности. То есть там тоже есть вот эти цветовые профили, которые, на мой взгляд, не идеальны. То есть они, которые мне нравятся, они переконтращивают картинку, например. А мне нравится Classic Chrome. Такой вопрос, что же лучше или проще, зеркало или цифровая камера? Что значит зеркало или цифровая камера? Имеется в виду, наверное, зеркало и беззеркалки. Ну вот как раз, да, недавно вышел такой отчет, есть такая ассоциация, которая на русском звучит очень забавно. ЦИПА. ЦИПА, на самом деле, CIPA, это CIPA, правильно так, да? Это Camera Imaging Products Association, японская такая ассоциация производителей фототехники. И она вот буквально вот вчера или позавчера опубликовала отчет по продажам камеры за 2022 год. И там неполный, естественно, год, за полугодие, можно сказать, да, с 2022 года, есть данные только с января по июль. Вот такие там таблички, мало чего понятно, вот. Ну и что там можно сказать, да, глядя за этот период, было продано всего 639 192 камеры, из них было 160 тысяч с копейками с несменными объективами. Это те компактные фотоаппараты, которые мы с вами обсуждали, там, G1X, G9X и всякие разные Sony RX100. Кстати, RX100, он абсолютный лидер по вот этому как раз классу компактных фотоаппаратов, там вообще лидирует с большим отрывом. Вот. Зеркалок было продано 136 тысяч, а без зеркалок было продано 342 тысячи. Ну вот вам ответ, я думаю. Причем это было продано, это означает то, что еще какие-то на складах есть зеркальные камеры, но мы знаем, да, что прекращено производство зеркальных фотоаппаратов, ну или там объявили о прекращении, то есть не знаю, как там, конкретно, уже остановили или еще не остановили линии производственные, но все производители сказали, что мы зеркальные камеры больше, как минимум, не будем поддерживать, да, то есть Canon заявляла, что прекратили они выпуск новых объективов под зеркальные фотоаппараты, Nikon уже давно про это сказал, вот, и последняя камера, у Canon недавно было тоже такое объявление, он знает, что последняя зеркальная камера, это 1DX Mark III, и после этого компания Canon планируется сосредоточить на производство беззеркальных фотоаппаратов. Ну, не знаю, честно говоря, на что тут обсуждать и зачем тут это обсуждать 10000 в первый раз, потому что все это говорено и переоговорено уже миллионный раз, да, беззеркалки победили, победили они не сегодня, и победили они, скажем так, лет 5 там назад окончательно и бесповоротно, а 10 лет там назад было понятно, что они победят, я всем про это говорил, никто мне не верил, все крутили пальцем и виска, говорили, зеркалки никогда не умрут, но вот мы сейчас видим, да, что они, наверное, может быть и не умрут, но они нас покидают, вот, вот, и мы будем жить прекрасно без них, с беззеркальными фотоаппаратами. Зачем покупать профессиональные фотики, если компакт не хуже? Значит, ну вот, Татьяна, такой вопрос, видимо, в связи с покупкой RX100 у Татьяны образовался такой вопрос, что зачем же нужен профессиональный фотоаппарат, если компакт так хорошо снимает? Видимо, она впечатлилась, может поделиться твоими представлениями о том, как снимает RX100. И действительно, во многих случаях людям не нужны профессиональные техники, не нужны большие фотоаппараты, это действительно так, и большинству людей вполне хватит компактного фотоаппарата для их задачи, для их целей, и далеко не всегда нужны большие камеры, это давно известный факт. Да, и поэтому смартфоны, кстати, прекрасно выиграют, потому что они во многом дают качество, может быть, там, похуже или на уровне вот как раз компактных фотоаппаратов или на уровне зеркалок начального уровня, это примерно так вот они сейчас в этой категории находятся, если быть честным. Но многих людей, во-первых, а, это устраивает, б, важно понимать, что камеры имеют какой-то определенный какой-то результат, то есть вот вы покупаете фотоаппарат для чего? Некоторым людям нравится просто процесс. Можно вспомнить няню фотографа, Вивиан Мэйер, прекрасный совершенно фотограф, который нравился процесс, то как стало известно, после ее смерти она многие пленки даже не проявляла, то есть были не проявлены, огромное количество пленок, после себя оставила огромные гигантские архивы, она даже просто вот их фотографировала и катушки там не проявлены, так и валяются. То есть точно не печатала, а некоторые даже не проявляла. То есть ей нравился процесс. Есть такие люди, их мало, но такие люди есть. Есть люди, которым нравится процесс и нравится результат, но результат куда идет? Ну, то есть большинство работ сейчас 90%, я думаю, сейчас фотографии, я не знаю точных цифр, но думаю, что 90% фотографий идут сейчас в интернет. Это Инстаграм, это разные социальные сети, это разные там блоги, это, возможно, какие-то там странички типа 500 пикселей или там какие-нибудь там 35 awards, вот какие-то такие, да, где выкладывают люди свои работы, но, как правило, это, опять же, все тоже не очень большого разрешения, то есть достаточно для того, чтобы отображаться на экране, и поэтому какие-то вот там супер-пупер возможности профессиональных фотоаппаратов большинству людей, грубо говоря, так, положа руку на сердце, не нужны, вот, поэтому вы должны понимать, куда вы собираетесь эти фотографии, для чего вы собираетесь их использовать, что вы собираетесь с ними делать, если вы это себе понимаете, то тогда вы можете действительно отдать предпочтение компактным фотоаппаратам или смартфонам, что вполне очевидно, и что я всегда говорю, то есть, если у вас стоит вопрос, вы не знаете чего, купите хороший смартфон, ну, в большинстве случаев это, в общем, вопрос решает, так, дальше вопрос, основа фотографии практик дальнего курса нет, нет, пока нет, когда появится в расписании, вы можете заходить на страничку и проверять, там, в принципе, это сказать, ну, либо сейчас мы потеребим администрацию и спросим администрация, скажите нам, пожалуйста, когда будет дальний курс с основой фотографии практика, Евгений спрашивает, может быть, нам что-то на эту тему скажет. Так, Марина, добрый вечер, добрый вечер, хотелось бы спросить про репортажные камеры семейства, сейчас мы до них дойдем, совместились бы с имеющимися объективами, ох, 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 вы хотите объективы, которые у вас от кропнутых камер, от EFS, присобачить куда? Честно говоря, не знаю, куда это можно присобачить, то есть, если у вас EFS объективы, то они подойдут только на EFS камеры, они не подойдут у вас на беззеркальные репортажные камеры, не подойдут. А если говорить про зеркальную, куда могут подойти EFS, это 7D Mark II, единственный ваш вариант, который можно, или Canon 90D, вот туда можно обратить ваше внимание, то есть, два варианта у вас всего лишь, если говорить про EFS, если вы EFS готовы расстаться с этими объективами, что, в принципе, довольно неплохо, это нормальные объективы, но они, конечно, тоже устарели многие из них морально, если есть EF, надо смотреть, какие EF объективы, то есть, опять же, тоже вопрос объективов, вот если у вас, допустим, есть 50 мм 1.4, то смысла тащить его в новую жизнь я не вижу, честно говоря, этот объектив, он хороший, он в свое время был прекрасный, замечательный, но времена проходят, и его хорошесть уже не так очевидна, и не так он уже становится интересен, поэтому тащить его с собой в светлое будущее я бы не стал, и там, ради него перекраивать, там, покупку более как вот современного фотоаппарата, я бы не стал. То есть, лучше купить какой-нибудь новый уже RF-серии объектив, да, он будет дорогой, да, он, может быть, будет тяжелее, или взять Sigma, если вам больше нравится, там, другие сторонние производители, или что-нибудь еще поискать, но именно там зарубаться на тему, чтобы сохранить байонет ради объектива 50 мм 1.4, я бы не стал. Вопрос, какие объективы. То есть, если у вас, допустим, объектив есть 28300 L, который репортажный, который стоит полторы тысячи долларов, там, да, 1600 долларов он стоит, тяжелый и классный, нет, вру, он стоит две с половиной тысячи долларов, он весит полтора килограмма, то, может быть, имеет смысл ради него сохранить преемственность, и купить там, вот, действительно, 1DX Mark III, или какой-нибудь 1DX, да, какой-нибудь там, первый, второй, возможно, да, это было бы хорошим решением, вот, а 18250 нет смысла никакого сохранять, 851.4 хороший выбор, да, Майя пишет, но сейчас мы до этого вопрос тоже дойдем, вы, я вижу, что вопросы. Вот, ради 18250 я бы не стал бы сохранять байонеты, приверженность компании Canon, я бы рассмотрел, может, какие-то другие варианты, которые сейчас я сегодня вам покажу. Вот, и Майя спрашивает, фотоаппарат R6, объектив 851.4, хороший выбор, да. Ну, а, то есть, смысл такой, что имеет смысл, смысл есть, смысл сохранять приверженность какому-то бренду или сохранять приверженность байонету, ну, то есть, там, EFS, байонет, у вас много объектив, если реально объективы хорошие, а если, прямо, реально, вот, альтернативы им нет, да, или, там, что-то такое еще там, вот, прямо, вот, они такие классные, такие замечательные, или вам, там, душа к ним прикипела. А если вы видите, что объективы, ну, скажем так, средние, то имеет смысл их продать или оставить, там, эту камеру как бэкап, потому что бэкап всегда нужен, вот, ну, или каким-то еще другим способом ее утилизировать, и, соответственно, переходить на более какие-то продвинутые. Ну, давайте посмотрим, что же за более продвинутые. Начальный уровень беззеркальной камеры, что же предлагается? Ну, я предложил iPhone, ну, вот, и с точки зрения хорошей альтернативы, как всегда говорил, да, это очень хорошая, действительно, альтернатива камерам начального уровня, беззеркальным, взять iPhone 13 Pro Max, это прекрасная камера с прекрасными возможностями, да, он крупноват, но по возможностям перекроет очень многие требования, которые есть у многих людей, к камерам начального уровня. Да, действительно так, ну, мы сейчас только что с вами обсуждали, то есть нужно понять, куда вы собираетесь ваши, соответственно, фотографии размещать, и в этом плане в большинстве случаев вполне хватает. Снимать удобно, да, вот, с точки зрения управления вполне удобно. У айфонов и вообще у смартфонов есть проблема диафрагмы, да, то есть диафрагмы там фиксируют все время, одна и та же, открытая, то есть вот там есть основной модуль, там, диафрагма 1.5, она все время открыт, и получается смартфон, она все время фотографирует в режиме приоритета диафрагмы, с максимально открытой диафрагмой. Все остальное, в принципе, есть сторонние приложения, которые позволяют остальное регулировать. Там ISO регулировать, баланс белого настраивать по своему фокус, выбирать туда, куда нужно, изменять точку замера экспозиции, точку фокусировки разносить их в разные стороны. Все, как у взрослых фотоаппаратов, все это есть, все эти настройки есть. Вот завтра, говорят, покажет 14-й iPhone, ну, я не думаю, что там будет что-то новое, может быть, новая челка будет, более красивая какая-то будет новая челка, может быть, что-то еще может быть, ну, может быть, лучше камера будет, возможно. Но как-то серьезных каких-то изменений я не жду от новой презентации, да и не нужно, в принципе, даже если там будет что-то новое, революционное, 11-й какой-нибудь iPhone Pro будет прекрасно вам снимать, и будет прекрасно давать результаты, и большинству фотографов, которые хотели бы что-то там компактное и легкое, эти камеры вполне подойдут. Ну, хорошо, ладно, если говорить про фотоаппараты, то с точки зрения беззеркальной камеры начального уровня, я бы рекомендовал камеру Sony с таким довольно сложным названием, The V E10. Вот такая камера выпустила Sony, опять же, тоже для влогеров-блогеров, очень прикольная, со встроенным микрофоном, очень, кстати, хорошего качества микрофон, который позволяет довольно в сложных условиях получать хорошее качество звука. Она компактная камера, она легкая, с поворотным экраном, с очень простым управлением, таким как 3 копейки, да, с точки зрения управления. Вот, и опять же, тоже с этой ручкой может, кстати, быть использована удобной такой селфи-палкой. Вот, такая прикольная камера для начинающих прям совсем фотографов, очень просто, и она, в принципе, очень такая несложная, и при этом у нее сменные объективы, то есть вы можете поставить объективы Sony, Bayonetta E, E-mount, вот, и вы можете, соответственно, использовать и очень хороший автофокус, очень удобный поворотный экран, очень много возможностей по настройке, прекрасный микрофон, который дает замечательный звук, да, разъем для наушников, для микрофона, что, кстати, очень важно для блогеров, те, которые хотят контролировать свой рост звук, вот, и все-все-все-все, очень такая вещь полезная. Вот, есть и минусы, конечно, то есть если говорить про 4К, то все-таки снимается с кропа, это, кстати, довольно частая ситуация, нужно всегда искать в инструкциях, это очень редко написано, поэтому в обзорах, скорее, это будет больше попадаться, как снимает камера то или иное видео, то есть если вам интересно видео, то вы можете обнаружить, что некоторые камеры снимают видео со всего сенсора, со всей матрицы, некоторые камеры делают это очень круто, они берут больше информации, потом ее ужимают, то есть такое довольно часто бывает, типа камера снимает 6К, а ужимает ее потом до 4К, такой даунсемплинг происходит, и качество, естественно, от этого картинки возрастает. Такие есть фотоаппараты, а есть, наоборот, камеры, которые снимают не со всего сенсора, не со всей матрицы, а только с центральной части, снимают 4К видео, вот как эта камера, например, то есть у нее IPSC стоит сенсор, он сам по себе уже меньше, чем полный кадр, и при этом видео снимается не со всего, не со всей, 4К если снимать будет, не со всей матрицы, а при кропе 1.2. Но это не очень удобно, потому что у вас будет угол зрения, объективы падают, то есть не все будет влезать. Альтернативный вариант, очень неплохой, на мой взгляд, фотоаппарат у Олимпуса, лебединая песня Олимпуса, последний, в общем, можно сказать, такой рывок компании в бесконечности, который она совершает затяжной на наших глазах, это камера EM10 Mark IV, компактная и прекрасная, совершенно легкая камера с отличным качеством изготовления, то есть она реально очень крутая по дизайну, очень качественно сделанная, очень такая крепкая, монолитная, приятная на ощупь камера, и вот последнее поколение уже с 20-мегапиксельным сенсором, матрицей, и со многими болячками исправлены, которые были у этих фотоаппаратов. То есть это компактный фотоаппарат, такой, который предлагает большой парк оптики, для Micro Fortress, огромное количество объективов, причем очень есть хорошие объективы, очень качественная есть оптика, но, правда, надо сказать, что как и везде, дорогая оптика, хорошая, очень дорогая оптика, но, тем не менее, выбор очень большой, прям реально очень много, вот, и при этом довольно шустрая такая легкая камера для тех людей, кто начинает, тех, кто хочет не сильно заморачиваться, там, сфотографировать, да, но хочет хорошую стильную камеру, это хорошая альтернатива вот этой фотоаппарате. Из, еще альтернатив, что можно выбрать? Canon EOS M200, малоизвестная у нас камера, но очень прикольная, тоже пачка сигарет, но при этом IPSC сенсор кэновский, сменные объективы и все дела. Можно взять, посмотреть камеры Fujifilm A-серии, A7 будет самый, пожалуй, там, навороченный, XT200, неплохая камера, Nikon Z30 выпустили такую прикольную камеру, у которой нету видоискателя, это беззеркальная камера с байонетом Z, такой самый простой вариант, получается, беззеркальных Nikon'овских камер, вот, ну и старичок A6100. Вот я собрал в табличку все остальные характеристики, то есть пошла серьезная жара, вот, и поэтому всю информацию я решил собирать в табличке, чтобы было прямо видно, что хорошего, что плохого в этих фотоаппаратах есть. По зелененьким здесь обозначено, ну, соответственно, самый лучший вариант, красненьким это самый проигрышный вариант, ну, и разные характеристики вы можете здесь посмотреть, которые здесь есть. Вот, Micro Fortress в топку, ну, нет, на самом деле я бы не стал бы в топку, почему? Потому что камера компактная, камера шустрая, камера быстрая, камера очень стильная, это для многих людей очень важно, для начинающего уровня. Да я не говорю про, там, любителей уже продвинутых, я говорю, мы же говорим про начинающие, камеры беззеркальные, и наша категория, которую мы сейчас с вами обсуждаем, это камеры беззеркальные для начинающих людей, да, вот, соответственно, я бы не стал бы в топку, в силу того, что удобная, стильная, компактная, шустрая, и, что важно, очень большой парок оптики, вот, поэтому, и оптика сама компактная, ну, то есть, вот, те, кому нужно, там, в сумочку реально кинуть камеру, при этом, чтобы она хорошо снимала, это еще хороший вариант, еще пару лет, эта тема может быть актуальна, вот, вот, основные камеры сравнил, да, вот, моя рекомендация слева, золотая, желтенькая, это, соответственно, победитель, серебряная, это второе место, а дальше уже там, по моему мнению, они выстроились, ну, как-то уже там, лучше, хуже, можете сами выбирать, можете сами смотреть, вот, кстати, М200, на мой взгляд, тоже прикольная камера, у нас она редко встречается, я не знаю, почему, она так редко попадается, и ее редко как-то предлагают, и как-то кену нас ее не продвигало, но она очень фишкастная, то есть, на мой взгляд, действительно прикольная камера, для начинающих, вообще, вообще супер. Теперь мы поговорим про любительские беззеркальные камеры, то есть, любительские, это уже как раз начинающие начали, дело свое отначинали, и поняли, что им нужен больший контроль, им нужно больше возможностей фотоаппарата, нужно больше кнопочек, нужно больше возможностей, что же там можно выбрать. На мой взгляд, тут большим отрывом идет камера XS10, который Fujifilm относительно недавно презентовал, это кропнутая с кроп-фактором полтора APS-C матрица камера, которую, вот сделал Fujifilm, попытался туда впихнуть все самое лучшее из своих фотоаппаратов, на сегодняшний день, из таких вот начального, или там, около начального уровня. Камера, ну, реально, по своим price performance, на сегодняшний день, вообще, очень-очень круто. То есть там очень хорошее качество изображения, потому что начинка там матрица, процессор там стоит от топовых, они такая вот довольно интересная, логика у Fuji, они берут, используют один и тот же набор техники, и в топовых, и в начальных камерах, то есть везде одно и то же. То есть процессор один и тот же использует, там использует одну и ту же матрицу, с небольшими, может быть, вариациями, но все, в принципе, очень похоже. Разнятся только органы управления, ну и какие-то там из серии могут разниться, то есть в какой-то камере есть там стабилизация, в другой нет стабилизации, в одной камере там, не знаю, там есть возможность там больше настроек видео получить, а в другой нет. Это такие вот моменты, которые связаны скорее там с софтом, с целеполаганием, для чего эта камера, для кого эта камера, ну и какие-то, может быть, функции где-то урезаны, а где-то нет. То есть вот она такая, в принципе, компактная, легкая, очень удобная, лежит хорошо в руке камера, и с большим возможностью по съемке видео, и там с хорошей стабилизацией, хорошее качество картин. Вот, это вот, если говорить про любительские фотоаппараты, лучший вариант, если говорить ольтернативный вариант, то вот работа над ошибками, у камеры X-T30 вышло продолжение X-T30 второго поколения, так они ее назвали, не стали делать новое название, вот так вот придумали, но тут реально все внутри, то есть ничего внешне не изменилось, как она была, так и осталась, то есть из того, что поменялось и как можно внешне X-T30 вторую отличить от X-T30 первой, только вот по, если посмотреть, вот здесь вот на задней крышке есть маркировка X-T32, вот единственное место, где есть маркировка того, что это новое поколение камеры, ну там другой сенсор стоит, другая матрица немножко, да, там есть работа над ошибками, и это действительно камера, которая, ну как раз все, что не хватало, в X-T30 туда добавили, вот, и она стала как раз, в принципе, хорошим таким боевым, боевым модулем пехоты. можно сказать, да, для тех, кто любит снимать любительские фотографии, видео, да, ну или любит снимать видео, да, это очень хороший вариант, единственное, что если выбирать между X-T30 второго поколения и X-S, я бы взял бы X-S, но опять же, почему, потому что есть стабилизация. В X-S10 есть стабилизация, там есть стабилизатор, который работает довольно качественно, и это во многих случаях бывает полезно. Из альтернатив у Canon есть R10, который можно рассмотреть, есть M50 Mark II, такая камера беззеркальная Nikon, Nikon, а, в смысле, Nikon выпустил такую прикольную камеру ZF-C, Z50, хорошая тоже камера беззеркальная, любительского такого уровня. Есть пара камер Olympus, EM5 третьего поколения и PNF. PNF старичок, древний старичок, но она прикольная камера, поэтому я сюда и включил. То, что она старичок, видно по спецификации, вот опять же, табличка, и видно, что PNF весь красный. Весь красный – это самая старая камера, с самой меньшей матрицей, да, там, самым невзрачным автофокусом, самой невысокой скоростью съемки, ну и так далее, там подобное, все здесь довольно устарело, вот, но она зато прикольная. Многим людям это важно, многим людям это нравится, в любительском секторе это очень важная тема, чтобы камера была вот именно такая вот, которую приятно поддержать, приятно достать, приятно, чтобы она на пузе висела, чтобы все подходили и спрашивали, это у вас пленочная камера, а ты говоришь, нет, это цифровая, или наоборот, говоришь, да, пленочная, но это тоже бывает полезно. Вот, но по возможностям, конечно, XS10 в этом классе, на мой взгляд, самый такой продвинутый фотоаппарат. Из альтернатив, как я уже говорил, можно рассмотреть Nikon ZFC, еще дополнительный такой вот альтернативный вариант, это вот, не знаю, зачем они сделали, они сделали такую ретро-камеру, почему не знаю, зачем они сделали, потому что, ну, в этом, на этой поляне уже уверенно играет Fuji, с таким ретро-дизайном, и поэтому, создав такую камеру, Nikon, хотя непонятное дело, то, что обращали их к своей собственной классике, у них тоже есть такие камеры, были такие пленочные фотоаппараты, и с таким же дизайном, то есть они очень довольно точно воспроизвели дизайн своих фотоаппаратов, но проблема в том, что однозначно публика это воспринимается как игра на поле Fuji, ну, то есть уже, поскольку уже укрепилось наше представление о том, что у Fuji вот такие, там, двухкрутильные камеры, да, с такими крутилками, с барабанчиками, да, с таким ретро-дизайном, и вот вы туда же хотите в эту реку войти. А с одной стороны, ну, почему бы и нет, можно же войти, тем более, что у Nikon же были такие камеры, да, это все логично, то есть нет ничего здесь в этом плохого, а с другой стороны, сравнение неизбежно. Ну, и сравнение, они пока не в сторону, не в пользу Nikon, да, с точки зрения возможности, пока не в пользу Nikon. Если бы они сразу вошли круто с ноги и зашли бы, как вот они сделали, мне очень, кстати, понравилось, когда они DF сделали камеры, да, мне показалось это очень интересным решением, когда они взяли D4 Nikon, зеркальный фотоаппарат, и сделали его в ретро-стиле. Камера с точки зрения коммерческой провалилась, не знаю почему, потому что она мне показалась очень удачным решением, то есть топовая зеркалка со всеми крутыми наворотами, но только в прекрасном ретро-стиле, и крутилки абсолютно удобно. Я здесь на 100%, даже на 146% согласен с Николаем, потому что действительно очень удобная штука, это наглядно, это удобно, это красиво, симпатично, вот, и поэтому здесь только за, вот, и почему DF не пошло, не знаю, но это был хороший ход. Вот реально никто не предлагал такую камеру, чтобы она была по начинке топовая, прям вот, ну, самый сок, да, и при этом выглядела стильно, вот тогда не было, да, и поэтому это был хороший ход. Но, видите, публика не оценила, а сейчас публика готова, она уже разогрета всякими разными ретро-камерами, и вообще стилем ретро уже готова, но Никон решил поосторожничать и зашел со стороны любительской техники, вот такой вот сделали, пробный шар, а типа воспримут публик, ну, вот, я читаю обзоры, смотрю комментарии других блогеров западных, но, в принципе, надо сказать, что восприняли ее благодушно, то есть она зашла на рынок неплохо, вот, но без какого-то фанатизма. Вот, для продвинутых пользователей, для продвинутых пользователей я разделил на две категории, AFC и полный кадр, то есть AFC, что-то, APSC заговаривается, тогда APSC и полный кадр, то есть разделил на разные размеры матриц, но нужно помнить, что все-таки, все-таки, это на самом деле деление очень условное, то есть современные APSC-камеры, они, ну, в большинстве случаев не уступают полному кадру, иногда превосходят, иногда в чем-то, в каких-то характеристиках выигрывают, иногда в чем-то, в каких-то характеристиках проигрывают, но если вы будете смотреть тесты не парные, ну, то есть, условно говоря, просто какие-то фотографии вам будут показывать, то, я уверяю вас, 95%, 99% людей не отличит, каким это фотоаппаратом снято, на кропнутую матрицу снятую или на полный кадр, если будет парное сравнение, ну, то есть, из серии вот один и тот же сюжет снят на фулл фрейм и на кропнутый, то, да, то уже гораздо большее количество людей будет видеть разницу, они скажут, ну, вот это видно по углу зрения, но здесь угол зрения больше, а здесь угол зрения меньше, да, вот этот, где больше, это полный кадр, а где поменьше угол зрения, это уже кроп, ну, либо там уже будут какие-то там малые, меньше глубина резкости, да, будет это полный кадр, больше глубина резкости будет кроп, и вот, возможно, тут, конечно, будут какие-то люди, которые определят, но если это будет не парное сравнение, то я уверяю вас, 99% людей не отличат камеру PC от камеры Full Frame современной. Ну вот не отличат, ну то есть вот можно просто забиться на эту тему. Надо просто устроить тоже какой-то стрим на эту тему, где прямо устроить вот такое тестовое слепое сравнение. В черных ящичках поставить фотоаппараты и фотографировать, а потом людей спрашивать, где на что снято. Поэтому тут вопрос стоит скорее компактности техники и компактности объективов. То есть вот это в первую очередь мне кажется более важным. Ну вот поэтому я разделил это на две категории. Так, на мой взгляд, лучший выбор с большим отрывом. Сейчас X2X, фу, заговорился, Fujifilm XH2S камера. Она с большим отрывом лидирует среди камеры PC формата без зеркалок. По своим возможностям она, в общем, мощно оторвалась вперед и такой космолет, камера-космолет с возможностями. Очень большими, то есть она может снимать там до 6К видео, да, там 4К, 60П может снимать. Очень шустрый автофокус, очень интересная новая матрица как раз. Stacked CMOS, да, это как раз для высокоскоростной до 40 кадров в секунду может снимать серийные съемки, ну и так далее, там подобное. То есть очень мощные характеристики с хорошим стабилизатором на 7 ступеней, да, IBIS, это InBody Image Stabilize, это как раз со сдвигом матрица. Ну, то есть, в общем, по всем, по всем характеристикам камера ушла в отрыв. Если говорить про IPSC камеры, которые есть сегодня на рынке, ближайшим будет, будет у нас XT4. XT4 будет рядом, потому что там очень много у них общих деталей, очень много общих каких-то моментов. Ну вот, тут есть тоже моменты, которые связаны с плюсами и с минусами, какие здесь есть. Вот, и главные претензии, которые сейчас на сегодняшний день у камер, камерам Fujifilm, это вопрос там некоторые к эргономике возникает, ну, неизбежно, да, все люди разные, поэтому людям разное нравится, и всем одинаково сделать удобно не получается, поэтому возникает вопрос к эргономике и возникает вопрос к работе автофокуса. То есть, работа автофокуса на современных камерах, объективы уже не поспевают за работой автофокуса, то есть, от того, какой объектив, у вас начинает работать по-разному система автофокуса, есть медленные объективы, с которыми автофокус просто не успевает быстро наводиться. И вопрос слежения за объектами, которые у Fuji пока еще не идеально организованы, то есть, вот эта тема еще вызывает вопрос, а в остальном все, конечно, вызывает скорее восторги. Вот из альтернатив, что можно посмотреть? R7 у Canon, можно посмотреть M6 Mark II, здесь тоже так же присутствует, и несколько старичков Sony, которые по-прежнему строил, которые по-прежнему бодрые, которые дают хороший результат. То есть, вот если собрать все вместе, что у нас здесь есть и какие есть варианты, варианты, что мы можем посмотреть, то мы можем увидеть по характеристикам. На сегодняшний день из всех возможностей, которые дают нам камеры эти, мы видим, что у Fuji X-H2S объективно по техническим характеристикам превосходят все остальные камеры. Ну, это действительно так, и снимает она круто. То есть, это, знаете, многие упрекают, это реклама, это все там специально казачок засланный. Да нет, вы можете сами сравнить, вы можете сами посмотреть, вот что еще предлагается, вот какие еще есть варианты, вот что, с чем можно сравнить. Ну, вот, пожалуй, самый ближний вариант это R7, можно сравнивать, да, вот самый ближайший. Из того, что можно сравнить, это вот эта камера, да, но, если говорить про IPSC камеры, беззеркальные, которые выпускаются, ну, можно и зеркальные сюда притянуть, но зеркальные будут совсем бледно смотреться, тот же самый, какой-нибудь, не знаю, там, D500-ый будет уже, конечно, не так радужно будет смотреться рядом по своим возможностям, особенно, если говорить про видео, там, конечно, совсем все грустно, вот. Вот, но в целом можно попробовать их и рядом столкнуть, но вряд ли это будет хороший вариант. Все равно будет выигрывать объективно на сегодняшний день вот Fuji, вот эти модели. Для продвинутых пользователей полный кадр. Вот. Можно ли выложить нам эту презентацию в ресурсы курса? Наверное, можно, почему бы и нет. Итак, для продвинутых пользователей, но, я хотел бы вам напомнить, да, что речь шла о неком абстрактном выборе, когда вопрос финансов не стоит, а так, если я представляю, примерно человек, который покупает камеру для продвинутых пользователей с полным кадром, без зеркальных фотоаппаратов. Абсолютно, по-моему, полная картина. Самый лучший выбор на сегодняшний день, если вы хотите прям вот реально быть продвинутым и крутым пользователем, это R5. Тут тоже альтернатив нет. Это такая камера получилась у Canon Monster, да, которая прям имеет шикарный совершенно стабилизатор, которая имеет прекрасный сенсор на 45 мегапикселей, довольно скорострельная, при этом 20 кадров в секунду, замечательные, там, возможности по съемке видео и так далее, там, подобное. То есть, вообще, камера получилась очень крутой. То есть, я на нее снимал довольно много, и она мне показалась очень отзывчивой, очень приятной в работе и такой вот, ну, легкой, да, в плане работы. То есть, ну, я как старый канонист, который много снимал на Canon, могу сказать, что эта камера получилась, на мой взгляд, очень удачной, она вполне в стиле Canon, причем вот с хорошими возможностями, и с хорошим, по ощущениям, легким управлением, то есть, не было такого вот прям, знаете, ощущения, что что-то вот пошло не так, что-то затупило, ага, вот здесь, здесь явно не хватает вот чего-то еще из зеркальных фотоаппаратов. То есть, когда были беззеркальные фотоаппараты, ну, тот же самый Fuji, когда я первый брал в руки, это был X-Pro1, это было очень давно, и там понятно было, что, в общем, сравнить не с чем. Ну, то есть, вот у альтернатив, вот таких особенных не было, этой камеры, там были другие беззеркальные камеры, да, там у Sony Nex были какие-то серии, да, были там Fuji, а не Fuji, как их, Olympus были, да, но они были либо медленнее, либо там не такие детализированные, либо еще что-то, либо у них не такой видоискатель был, как у X-Pro1 был гибридный, помните, видоискатель. Ну, то есть, была такая безальтернативная штука, и поэтому ты берешь и начинаешь оценивать с нуля. Да, камера снимает небыстрый автофокус, но зато у тебя получается компактная, легкая, там, прекрасные объективы, то есть у 50-й, и ты как-то вот в этом плане довольно, ну, быстро вкатываешься во все. А если говорить про беззеркальные камеры известных производителей, таких как Canon и Nikon, таких имеется в виду, которые имеют очень большую технику, большой парк техники зеркальных фотоаппаратов, то тут неизбежно сравниваешь, а вот, а если бы это был бы зеркальный фотоаппарат, или, а если это сравнить, там, с единичкой, или если сравнить с пятаком, да, что будет? Ну, вот, естественно, неизбежно сравниваешь, и вот я, когда снимал на R5, я могу сказать, что у меня не возникало желания сравнивать, я просто снимал и понимал, что легко, очень приятно снимает камера без всяких проблем. Есть, конечно, пятна на этом большом-большом таком вот красивом небосвоне, небосвоне есть, что камера греется, к сожалению, для тех, кто любит снимать видео, это может быть проблема, перегрев, вот, и нагрев большой, вот, и проблема то, что электронный затвор, если снимать с электронным затвором на 20 кадры, как раз самой скоростной съемки, снижает динамический диапазон, вот, к сожалению, у камеры неотключаемые шумоподавлению, которые применяются в том числе и крау, это, я считаю, большой минус, большая подстава со стороны Canon, может быть, они его как-то уменьшат или сделают менее заметным, возможно, да, вот, и в основном все остальное уже такие какие-то мелочи, которые могут быть не так важны. Если вы любите снимать видео, то нужно понимать, что покупка самой камеры только начало, потом вам придется покупать много всего еще дополнительного, мы к этим сейчас еще вернемся, еще поговорим, там еще много-много-много может быть всякого разного дополнительного. А в качестве альтернативы, если прям говорить про хорошую камеру, полноформатную, и вот прям вот для таких продвинутых реально фотолюбителей, которые прям заморачиваются, да, на высоком качестве, то я бы рекомендовал бы Sony A7R IV, но помните, да, что мы говорим про тех людей, у которых нет желания пока еще что-то там в плане финансов экономить. Нехорошая такая камера. Многие хотят, чтобы камера могла снимать фото и видео. Я это не разделяю. Я считаю, что это все-таки разные вещи, и всегда я считал, и мое мнение, моя позиция в том, что фотоаппарат должен для фото, а для видео должно быть видео. Вот. Вот, соответственно, вот Максим как раз ставил вопрос, да, что как раз вот слабое видео в минусы, да, то есть записано. Вот, и многие люди хотят, вот, чтобы камера делала все, чтобы она могла и снимать и фото, и видео, и при этом было легко, легкое переключение, поэтому была легкая возможность сразу сменить деятельность с фото на видео. Я еще раз говорю, я это не разделяю, я считаю, что фотоаппараты, чтобы звонить, телефон, чтобы звонить, а не снимать. Но смотрите, смартфон все-таки это немножко другая история, это все-таки не совсем телефон. То есть это уже стало намного больше, чем телефон. Это коммуникационное устройство, скажем так, если называть языком новояза, таким шершавым, довольно неприятным, который у нас сейчас любят, да, там, хлопок и прочие разные неприятности, которые у нас есть, там, задымление, да, и подтопление. И вот то же самое коммуникационное устройство. Поэтому назвать его фотоаппаратом или, там, телефоном уже однозначно нельзя. А фотокамеры, они все-таки пока два в одном. Ну, если говорить все-таки про фотоаппараты, вот если говорить про полный кадр, если у вас есть много денег, то с точки зрения для такого очень продвинутого фотолюбителя, A7R IV это прекрасный фотоаппарат, не без минусов. Как видите, список минусов здесь довольно большой. Вот. Вот, но в целом камера хорошая, с возможностями очень большими, и главное, что очень высокое качество изображения, очень много детализированная, высокодетализированная картинка с очень хорошим динамическим диапазоном, низким уровнем шумов и так далее, и так далее, и так далее. То есть камера получилась очень удачная. Из минусов можно записать то, что она тормозная. Ну, это следствие того, что очень большое попытались сделать сенсор, запихнуть на процессоры, которые пока с этим не справляются. Вот типичная ситуация, да, что процессоры были старые, а сенсор уже новый подвезли, матрицу. И они такие, типа, ну что же, будем разрабатывать новый процессор под новый? Не-не, давайте выпускать, давайте выпускать, уже все, пора, да. И вот в этом плане как раз получили камеру немножко тормознуто. Почему вообще, откуда появилась вот эта история с фотоаппаратами, снимающими видео? Помните, да, была такая Canon 5D камера, которая стала снимать видео, и все видеографы бросились снимать на этот фотоаппарат, да. Хотя он, казалось бы, в общем-то, не очень удобен, и как раз не очень подходит, и есть видеокамеры. Вопрос цены. Просто хорошая видеокамера с таким же размером матрицы и с таким же объективом и парком оптики, который был у Canon, и который сейчас есть у фотоаппаратов, будет стоить на порядок дороже, чем этот фотоаппарат. То есть даже если сравнивать, вот типа, кому-то там свое, то есть кто-то хочет там видеокамеру, кто-то хочет там фотоаппарат, и вот говорит, зачем мне там нужен фотоаппарат, который плохо снимает видео, или там что-то еще, какие-то такие вот вопросы возникали, то вот тут можно сказать, да, что при сопоставимой матрице, сопоставимой оптике и сопоставимых возможностях, кинокамера или видеокамера будет на порядок, а то может быть и на два дороже, чем такую технику. То есть люди понимают и голосуют долларом за, большим своим долларом, да, голосуют за то, чтобы фотоаппараты могли снимать видео, и поэтому они хотят, чтобы видео снималось хорошо. Я с ними не согласен, но что я могу поделать? Вот. Альтернативы какие-то, вот опять же там, R6, устаревший M6 Mark II, Z5, Z6 II, Z7 II, набор целых Panasonic и просто A7 IV. То есть это полнокадровые фотоаппараты, у которых полный кадр, вот, и full frame, да, и которые могли бы выступать альтернативой этих вот моделей. Вот я собрал их все вместе, вот можно посмотреть, что они там из себя представляют, какие есть возможности. Видим, что R5 здесь их всех обыгрывает в одну калитку. Спрашивает, что вы думаете о переходниках Finger's зеркальной оптики на беззеркалке Fuji? Я попробовал немножко, мне показалось прикольным. Я не заметил какой-то сильного падения производительности автофокуса. Но все вполне нормально. То есть, да, конечно, медленней, но не смертельно. На мой взгляд, в случае, если вы не снимаете репортажи, если вы снимаете для себя, для души, то это прекрасный вариант, который замечательно позволит вам использовать оптику от Canon или от Nikon на камерах Fuji. Но эта тема уже не новая, всякие разные переходники есть, и для Sony очень хорошие, которые вообще не снижают скорость автофокуса. И для Olympus я встречал, и для Fuji тоже были, и все это, в принципе, нормально. Так, и тут тоже вот Максим пишет, что я смотрю на лекции, понять не могу одну вещь. Вот мы серьезно обсуждаем фотики на телефон, на микрофотики и все такое, как с микрофотиком привезти в студию модель, подключить к студийным вспышкам свету, и как с этим всем синкать. Про телефон я уже молчу, да. Не знаю, как у вас в Москве, но у нас в России. Просто так тебе дают шнуровку под старый Canon и делают с ним что хочешь. Суровые в России у вас, надо сказать, Максим, порядки. Что я могу сказать? Ну, во-первых, начнем с того, что если снимать на микрофотике, или тем более снимать на смартфоны, возможно, вам ничего не надо будет синкать. Вполне возможно, хватит пилотов. Может быть, получится хорошо снимать с постоянным светом. То есть, если работать со светом и понимать, как он работает, и понимать, как устроен, вполне можно снимать даже обычными лампочками и не сильно упираться. Главное, понимать принципы работы света. Если вы будете знать, понимать принципы работы света, то вам совершенно необязательно будет вспышки использовать. Это проверено, перепроверено сто тысяч раз, поэтому, на самом деле, вот этот момент вы, может быть, зря переживаете. Первый момент. Второй момент. Если говорить про все вот эти фотики, начиная Apple, понятно, мы оставим в стороне, да и всякие разные смартфоны оставим в стороне, начиная с тех, которые я показывал здесь, как камеры начального уровня, у всех у них есть горячий башмак, прекрасный совершенно. И на этот горячий башмак ставится совершенно прекрасная тысячерублевая инфракрасная штука-пускатель, которая прекрасно работает со всякими разными фальконами и прочими разными совершенно древними примитивными приборами, не говоря уж про фото, которые сейчас, кстати, даже есть и в России, как вот я бы сказал, во многих Лондона и Парижа. И поэтому, на самом деле, тут все вполне прекрасно синхронизируется, отлично работает, замечательно снимает. Я снимал на самые смешные фотоаппараты со студийным оборудованием, все прекрасно работает. Смешные это имеют в виду какие-нибудь мыльницы типа вот RX100. И с ней я снимал со студийным цветом, через пускатель все прекрасно работает. Ну, и там RX10 снимал, да, ну, мыльница, по сути, да, камера. Отлично все работает, прекрасно все снимает. Вот, поэтому тут вопрос, а, в том, что изучение постоянного света, изучение постоянного света, работать с ним и вообще с теорией света, б, использование каких-то простых средств, синхронизации, таких как вот инфракрасный пускатель. Все, вопрос решен. А мы двинемся дальше. Вот эта табличка здесь у нас была по сравнению полнокадровых фотоаппаратов, которые можно отнести к продвинутым камерам таким, для продвинутых пользователей. Это то, что у нас в народе называют полупрофессионал. Не люблю слово полупрофессионал, ну, это мой личный загон, вы можете с ним не соглашаться, потому что я считаю, что полупрофессионал, это, ну, как полубеременный, да. Такая же, какая-то странная ситуация. Вот, либо ты профессионал, либо ты любитель. Любитель, ты можешь прекрасно, можешь снимать лучше, чем профессионал. Есть такие любители, которые снимают лучше, чем профессионал. Есть такие профессионалы, которые снимают хуже, чем любитель. А профессионал тот человек, который зарабатывает деньги. Все, на самом деле на этом все заканчивается. Если вы были профессионалом, закончили профессиональный деятельность, вы переходите в разряд любителей, продвинутых, хороших, каких хотите. То есть снимали, перестали за деньги снимать, снимаете для себя. Это значит, что вы перестали быть профессионалом, стали быть хорошим фотолюбителем. Ну, это мое мнение, вы уже дальше можете сами по-своему это воспринимать, как хотите. Ну, потому что слово профессионал теперь уже имеет значение как высококвалифицированный специалист. То есть оно получило другое уже значение в русском языке, с чем я не согласен. Но, опять же, повторюсь, это мой закон. Для профи. Вот если прям совсем профессионал, да, что там полный кадр нам предлагает для профи? Ну, понятное дело, что на мой взгляд, лучший выбор это Nikon Z9. Совершенно бомбическая камера, первый фотоаппарат, у которого есть только электронный затвор, нет механического затвора, снимает только с электронным затвором, и здесь все получилось очень круто. 46 мегапикселей, очень быстро, очень шустро, прекрасный автофокус, замечательная камера, она тяжелая, да, большая, тяжелая, но она реально вот серьезный профессиональный инструмент для тех, кто любит снимать, ну, вот такие вещи, как там спорт, дикую природу, быстрые события, быстрая жизнь, да, там 20 кадров в секунду с полноценным автофокусом, очень мощная работа автофокуса, прекрасная работа, да, замечательно все это отслеживается, да, и контролируется, и без затемнения снимает, без блэкаута, все-все-все круто, и очень здорово, это, кстати, по вопросу, там, правильно организованная камера может замечательно снимать. И долгое время видео, да, вот кто-то не позаботился о перегреве, как Canon, например, с M-R5, и они страдают с тем, что вот у них есть перегрев матрицы, да, вот Z9, когда делали, сразу об этом подумали, о теплоотводе, о правильном, да, и вот она может снимать до двух часов в самых требовательных видеорежимах и не перегреваться при этом. Ну, и много возможностей по съемке и фото, и видео, ну, в общем, серьезный такой вот реальный вот профессиональный инструмент, который стоит соответствующий, который весит соответствующий, выглядит соответствующий. Ну, что поделать. В качестве альтернативы ему можно предложить Sony A1, прекрасная совершенно камера, замечательная, по своим возможностям, ну, она, в общем, на мой взгляд, немножко проигрывает Z9, то есть по своим возможностям, по своим таким моментам, да, если выбирать между ними, то я бы выбрал Z9. И немаловажную, кстати, роль здесь сыграет то, что у Nikon парк оптики получается более доступный. То есть у Sony, конечно, хорошие объективы, прекрасные, но хорошие объективы у них стоят неразумных денег, на мой взгляд. Ну, они, наверное, разумных, неправильно я выразился. Разумных, но очень больших. И если говорить про парк оптики, который есть у Canon, в смысле у Nikon, да, он, мне кажется, более сбалансированный, наиболее взвешенный, это мое, опять же, мнение, можно с ним поспорить, можно предлагать какие-то аргументы, но это, на мой взгляд, дано. Там Александр спрашивает, а тетя, которая сидит в каком книжном или супермаркете и снимает паспорт? Тоже профессионал, да, абсолютно верно, она профессионал съемки на паспорт, вот на паспорт, да, так и верно, они зарабатывают деньги. Просто фотография на паспорт – это не творческая деятельность, это техническая деятельность, а есть классификация видов деятельности, и вот если говорить, она не такая неформальная, естественно, нигде нет, в гзоте никаком не прописано, вот эта творческая работа, техническая, но в этой негласной классификации техническая работа, ну, как вот кассир или как, не знаю, там, специалист по мойке автомобилей, это техническая работа, которую кто-то должен делать, это не значит, что она плохая, вот, ну, просто нужно понимать, что это не профессионал, но не фотограф, то есть она оператор, оператор фотоаппарата, не знаю, как хотите, да, там, специалист по созданию изображения документы, может придумать разные названия, но если говорить про фотограф, как творческую деятельность, то она не осуществляет творческой деятельности, но при этом она профессионал. Ну, вот я собрал три самых таких топовых на сегодняшний день камеры с полным кадром, и вот можно их сравнить, их характеристики, посмотреть, что у них хорошо, что у них плохо, вот, посмотреть, как они, в общем, выглядят в этих рейтингах, в сравнениях, да, какие у них есть возможности, вот, и на мой взгляд, конечно, вот, если выбирать, то я бы выбрал бы, конечно, Nikon как более устойчивую, как более, такой, скоростную, более быструю, более надежную камеру, на мой взгляд. Еще альтернатива есть неплохая R3, R3 хороший вариант, но надо понимать, что он немножко выпадает из этой категории, потому что там были многомегапиксельные фотоаппараты, а R3, это считается не топовая, то есть Canon говорит, что будет еще R1, ну, такие слухи циркулируют очень давно и ходят, да, что будет топовая беззеркалка у них, вот, но R3 пока занимает самую верхнюю строчку в рейтингах кэноновских камер беззеркалок, вот, и она, ну, сделана под, скорее, репортаж, да, и у нее как раз соответствующие характеристики, 24 мегапикселя у нее сенсор, вот, и она заточена, скорее, под репортажную съемку, в то время как тот же самый Nikon и Sony могут быть, работать еще и в качестве, там, вот, других направлений тоже, вот, а Profi снимает не только на полный кадр, у них есть еще возможность выбора среднеформатной техники, сейчас и появилось довольно много вариантов, вот, и что здесь у нас, опять же, на сегодняшний день там не очень большая конкуренция, не очень много фотоаппаратов, вот, и можно сказать, что, конечно, лучшим выбором здесь будет Fujifilm GFX 100S камера со 102 с копейками там мегапикселя матрица, 44 на 33 миллиметра, она больше, чем полный кадр в 1,7 раза по площади, вот, но при этом очень удивительно, что Fuji удалось уместить в такой сенсор, в такой матрице очень компактный корпус, который размером с 5D Mark IV, то есть по размерам она чуть-чуть меньше, чем 5D Mark IV, это камера, ее тушка, вот, и возможности там при этом, да, 100-мегапиксельная матрица, вес у нее 900 грамм, весит она меньше чуть-чуть, по-моему, чем, ну, или столько же сопоставимы, как и Canon IV, я не помню, сколько весит 4, можно посмотреть, вот, но примерно, примерно все то же самое, вот, и при этом тут тебе и стабилизация матрицы, тут тебе и сенсор с обратной засветкой, тут тебе и 5 кадров в секунду, 100-мегапиксельных, напомню, да, на секундочку, что и плюсы большой матрицы, плюс еще возможность снимать даже видео, причем самое интересное, что 4К снимает со всего сенсора, со всеми матрицы, да, это как раз открывает новые возможности для видеографа, кто любит как раз вот картинку среднеформатную, кто хочет поснимать именно видео или а-ля кино под такие серьезные форматы, да, то вот как раз вот можно с мануальными объективами, очень много переходников для GFX-системы сейчас есть под любые объективы, какие хочешь, вот, и можно взять мануальные большие объективы, от среднеформатной техники и снимать на них видео, что будет очень круто, потому что с точки зрения характеристик видео, конечно, они не поражают воображение, но сам по себе факт, что вы снимаете видео на среднеформат, это уже чего-то достоит. Вот такая камера, видите, она довольно компактная, довольно маленькая и на следующий день это, в общем, лучшее соотношение цена-качество в этом сегменте, да, то есть вот по деньгам, то есть вот ничего за такие деньги лучше вы не купите. А качество альтернативы тоже GFX, но только 50s второго поколения, там 51 мегапиксель сенсора, тут уже можно говорить, что если вот выбирать Sony A7 R4 или GFX 50s2, что? Вот тут можно посидеть подумать, подумать хорошенько, или R5 взять, или GFX взять, или Sony, вот я бы хорошенько уже подумал бы на эту тему, а если говорить про средний формат, думать не о чем, это понятно, что это профессиональная техника, это понятно, что это возникает, когда есть задача снимать с большим размером кадров, как я уже говорил, вот до всех вот этих событий, которые были в феврале у меня, одна из таких тоже была дополнительных работ, которые я делал, это съемка автомобилей, съемка рекламы, вот, и там вот если говорить про брифинги, про то, что присылают какие-то задачи, да, то что снимать и как снимать, то довольно часто такое идет в брифе требование, чтобы кадры были там не менее 10 точек там по длинной стороне, да, то есть это минимальное требование, соответственно, ты сразу же автоматически попадаешь на камеры среднеформатные, ну тогда было, да, однозначно, сейчас уже можно что-то выбирать, можно по крайней мере попробовать A7 вот эту R4, можно попробовать туда вставить, но в целом так да, вот такая она довольно компактная тоже камера и с хорошими тоже возможностями, но здесь уже нет такого видео хорошего, только Full HD, вот, и на самом деле она не такая быстрая, как хотелось бы, но надо понимать, что это камера не репортаж, то есть нет задачи снимать репортаж, нет задачи снимать что-то быстрое событие, это коммерческая камера, которая используется в рекламных сессиях и где нужно высокая детализация, где нужно высокое разрешение, там она на все 100 свои вот эти запросы отрабатывает. Вот то, что здесь есть, из таких вот вариантов, есть еще две камеры, которые уже сняты с производства, GFX 100 и GFX 50S, там еще есть 50R, это урезанная версия 50S первая, но это совсем неинтересно рассматривать, и как альтернативу можно посмотреть на беззеркальную среднеформатную камеру и Hasselblad X1D, на второго поколения сейчас она выпускается, в принципе, ну как вариант возможен, там есть свои плюсы, свои минусы, но в основном минусов больше, чем плюсы. Для тех, кто супер профи, вот прям реально супер профи, и кто хочет быть реально настоящим фотографом, вот есть вот такие камеры, это система Phase One XT, система так называется, и вот она здесь с задником IQ4, то есть задник отдельно, камера отдельно, объектив отдельно, все стоит безумных денег, вот эта камера, которая держит дяденька в руках, она стоит примерно 60 с лишним тысяч долларов без объектива, насколько я знаю, 62 тысячи долларов примерно так, все стоит, объектив покупается отдельно, вот, и это вот для таких, кто хочет быть прям реально крутым, 151 мегапиксель, BCI-CMOS, 54 уже миллиметра на 40 миллиметров матрицы, это уже true средний формат, да, уже ближе к этому, 3 кадра в секунду это может сделать антикамера, затвора внутри камеры нет, затвор в объективе, ну и прочие разные прелести, там, со сдвигом объектива, со всякими разными фишками, плюшками, которые недоступны обычным пользователям, ну что поделать, иногда бывают такие тоже запросы, и такие желания, и такие возможности, и такие предложения тоже есть, ну такая картинка для привлечения внимания, чтобы было не скучно, чтобы было весело, и ладно, мяу, хорошо, ну вот, мы находимся с вами на стриме, какой фотоаппарат купить, этот стрим у нас от школы Profile School, который 10 лет, который огромное количество студентов выучил, уже 65 тысяч, целый город, причем не маленький город, это довольно приличный город людей, которые прошли обучение по разным направлениям, график, фотография, видео, 3D, аудио, искусство, вот, и приуроченных к старту новых курсов, которые можно еще частично оплатить бонусами, которые придут вам на почту, 3000 рублей, подарочный купон, который вы можете заплатить за прохождение курса, любого на выбор, не только тех, которых я вам рассказываю, а еще и другие, 20 сентября курс стартует введение фотографий из трех занятий, 15 сентября основа фотографии, а 13 октября стартует основа фотографии практика, вот, основа фотографии это большой такой курс для новичков, где собраны самые разные аспекты фотографии, технические вопросы, там, творческие и так далее, да, все это мы с вами обсуждаем. Курс в первую очередь, конечно, новичкам и любителям, новички для себя откроют фототехнику, поймут, как с ней работать, как ее настраивать, любители фотографии смогут понять, как все у нас работает фотография и смогут систематизировать знания и получить знания уже более полным. научитесь вы обращаться с техникой, основные настройки, дополнительные настройки, разобраться, как все это работает со светом, с цветом, с композицией, работать с кадром, да, и обладеете всякими разными приемами съемки, от там съемки с размытым фоном до снимков на длинной выдержке, то есть все вот эти приемы, которые волнуют начинающих фотографов, там все подробно это изучается. Здорово учиться, потому что обратная связь на каждое домашнее задание, обучение на практике, то есть очень много практических работ, и каждый взгляд такой небольшой вызов. Курс основы фотографии начинается 15 сентября, на него до 9 сентября, до 9 сентября, это еще недолго, продлится скидка 20%. Вот, еще второй курс, который тоже скоро стартует, это основа фотографии практика, где уже применяется знание с курса основы фотографии, там уже более опытные фотографии, которые поняли, как работают настройки, поняли основные базовые моменты, разобрались, как работает цвет, поняли, да, приблизительные представления получили, о цвете, о композиции, могут эти навыки применить уже на создание интересных кадров в разных жанрах. Разные жанры, рассматриваем основные самые жанры, это у нас натюрморт, пейзаж, портрет, обнаженная натура и репортаж жанра фотографии. Вот их пробуем, экспериментируем, комбинируем, добиваемся лучшего результата, да, и можете получить хорошие кадры, которые потом можно отправить в портфолио, в разных жанрах снимаете, да, и понимаете специфику жанра, из каждого жанра фотограф берет что-то свое. То есть, если он снимает на натюрморт, например, может потом работать при помощи предметов, рассказывать историю, да, если он снимает пейзажи, то он может при помощи на понимание, как работать с пространством, потом делать хорошие портреты, потому что у него будет понимание, как работать с сюжетом, понимание глубину кадра, понимание объема кадра. Вот, то же самое, развиваете портфолио, много проектов, которые потом можно будет использовать в своем портфолио. Курс стартует 13 октября, и на него скидка еще больше, еще более жирная скидка, вот, так что налетай терапись, покупай живопись, и помните про бонус 3000 рублей, который вы можете использовать и на другие курсы тоже. Вот, 15 сентября стартует композиция психологии восприятия, 19 сентября ретушь для фотографа, а 5 октября портретная фотография. И мы дошли до следующей категории, деления, помните, мы с вами говорили по типу, вот мы долго обсуждали с вами разные типы техники, вот они там, зеркальные, беззеркальные, компактные, там, премиальные, компактные, такие-сякие, ультразумы, ну, можно теперь посмотреть по области применения. То есть представим себе, что нам нужна камера, но уже для конкретной задачи. То есть вот есть у нас задача снимать портрет, или задача снимать, там, не знаю, пейзажи, да, или задача снимать что-то еще. Вот у нас есть разные направления. Камеры могут быть для путешествий, для пейзажей, для портретов, для спорта, для репортажа, для съемки видео, для семейного использования, самые простые. Вот такие вот варианты камер, которые мы можем себе выделить. Ну, это основные, опять же, пункты. Можно что-то еще придумать, но это самое основное, самое важное. Давайте посмотрим, ну, так, побыстрее попробуем. Это прокрутить, потому что основные моменты мы уже познакомились с камерами. Вот что можно для путешествий посоветовать. Понятное дело, что если говорить про путешествия, то наиболее подходящим будет что-то такое, как правило, универсальное и компактное. Что-то такое легкое, чтобы можно было положить в карман, чтобы можно было взять с собой, и при этом давало высокое качество изображения. Про iPhone уже понятно, все уже говорили, переговорили. Вот, из того, что, может быть, еще тоже полезно, было бы хорошо камеру, то же самое уже. Компактная камера RX100 7-го поколения, хороший вариант. Альтернативный вариант тоже у Sony есть, для путешественников прекрасная камера, A7C такая, выпустена. Это очень компактная камера с полным кадром. Вот они сделали такой финт ушами. Корпус очень похож на их кропнутые камеры, которые они выпускали, A6000 там чего-то. Корпус очень похож, по форм-фактору тоже очень похож, только там полный кадр. И такая полноценная камера получилась, но при этом компактная, легкая, и она прекрасно подходит для путешествий. Что еще может быть для путешествий? Вот тоже целый большой список, большой набор, которые тоже можно выбрать, и из которого можно себе в путешествие камеру подобрать. Большая табличка, в которой все это сравнивается, потом можно это, выложим мы вам эту презентацию, можно будет ее поизучать. В качестве альтернативы очень хороший вариант, можно взять предыдущее поколение RX10, третье поколение, камера прекрасная, тоже 24-600 мм объектив, 600 мм со светосилой 4, это, как я уже говорил, прекрасное решение для любителей поснимать что-то вдалеке, вот, и при этом довольно шустрая, быстрая и не такая дорогая, как последнего поколения, четвертого, она не такая дорогая. Вот она не маленькая, да, совсем камера, но это универсальное решение, то есть взял одну, положил в сумку и все, и тебе больше ничего не надо. То есть голова у тебя не болит, у тебя все можно снимать, в том числе и видео, причем довольно неплохо. Камера для пейзажной фотографии, то есть человек, который снимает пейзажи, что он захочет? Ну, наверное, он захочет, чтобы было много мегапикселей, чтобы было очень детализированное изображение, чтобы был большой динамический диапазон, чтобы была хорошая матрица. На это вот он в первую очередь, наверное, захочет вот такие вот варианты. И вот тут, конечно, лучший выбор. Это, на мой взгляд, GFX-камера 50S2, у которой 51 мегапиксель, средний формат матрицы, да, с хорошим тоже показателем, с хорошим динамическим диапазоном, вот, и это было бы очень здорово, такой фотоаппарат приобрести. В качестве альтернативы я предлагаю Z7-2, тоже, на мой взгляд, очень хороший фотоаппарат, прекрасный у него динамический диапазон на низком ISO 64, самая низкая базовая ISO, вот, и 64, в смысле, 46 мегапикселей матрица, что тоже очень здорово, очень большой по возможностям, с точки зрения пейзажной фотографии, это фотоаппарат. Альтернативы можно взять R5, 100S, D850 для любителей поснимать на зеркало, да, S1R, ну и так далее, там, подобное. Вот тоже опять табличка, все собрал, все эти характеристики, посмотрел, у кого лучше, у кого хуже, на мой взгляд, да, ну вот, выигрывает за счет большой матрицы, GFX здесь, конечно, вперед с большим отрывом. Как я говорил, альтернативой может быть Sony, A7R IV для пейзажистов, да, и для любителей снимать на зеркалке, но людей с крепкими руками и с крепкой спиной, и с теми, кто может спокойно носить очень тяжелый фотоаппарат. У кого спина не болит, то можно взять 850, потому что это прекрасная камера, зеркальная, тяжелая, громоздкая, но замечательная, которая прекрасно подходит вот как раз для съемок пейзажей и высокодетализированных картинок с хорошим качеством, где нужен большой динамический диапазон. Для съемки портретов, что может быть? Ну, понятное дело, что хочется, наверное, камеры с качественным фокусом, хорошей матрицы, да, тоже, на мой взгляд, здесь будет R5 лучше всего, но помним, да, помним как раз в том, что у нас сейчас вопрос стоит не в том, чтобы как-то сэкономить ваши деньги или как-то там работать над бюджетом, а выбрать лучший фотоаппарат, на мой взгляд, лучший фотоаппарат, да. Для портретов это R5 с хорошим фокусом реально, с хорошей детализированной картинкой, с хорошей матрицей, вот это хороший вариант. Ну, опять же, понимаем, да? В качестве альтернативы такой необычный финт ушами, вот, но, в принципе, мне кажется, довольно интересный вариант. Можно попробовать взять Sony A6600, это необычно, но это хороший сбалансированный вариант. То есть камера, которая обладает хорошим автофокусом, да, у нее не полный кадр, у нее PSC, да, у нее, может быть, 24 мегапикселя не так много, как у R5, да, она, конечно, сильно старее и сильно по всем характеристикам проигрывает, но это хороший сбалансированный вариант, который позволит прекрасно делать портретные кадры и при этом не переплачивать много денег. То есть это проверенный конь, который борозды не испортит, который можно прекрасно использовать. Альтернативы тоже есть, и опять же, альтернативы те же самые примерно там, которые мы с вами обсуждали. Богиня всех камер тоже здесь присутствует, D850-й. Тоже есть списки альтернативных вариантов. И семерка четвертого поколения R, да, тоже есть. И еще один хороший вариант, тоже обратил бы ваше внимание, Panasonic S1R камера. Для любителей таких массивных, тяжелых камер есть такие люди, которым это нравится. Которым нравится, чтобы камера была тяжелая, чтобы она была массивная, и чтобы можно было обязательно использовать объективы Leica. Вот это очень важно, потому что уничтожен там Bnet Leica L, да, используются либо сигмовские, либо Leica объективы хорошие, высококачественные, очень классные объективы, да, и которые дают высокую картинку, высокое качество изображения, да, и поэтому если вы хотите, ну прям реально true и супер-пупер тяжелый хороший фотоаппарат, то вот такой вот тоже можно посмотреть как вариант. Для спорта и репортажа камера должна быть с быстрым и цепким следящим автофокусом, и здесь безальтернативный лидер, на мой взгляд, D5. Зеркальная камера, да, 21 мегапиксель, да, может быть, это не самый уже, конечно, быстрый фотоаппарат, потому что он всего лишь 12 кадров в секунду с автофокусом дает нам, то есть не такой уж прям мощный и быстрый, но с точки зрения автофокус, с точки зрения именно работы о каких-то быстрых сюжетах и динамике спорта, это, конечно, камера, на мой взгляд, является идеальным таким вариантом. Да, тяжелый, но это вот для тех, кто снимает спорт, лучший вариант. В качестве альтернативы Z9. Тоже прекрасно работает, тоже прекрасно снимает, замечательно работает со спортом, может очень много то, чего не может делать D5, например, может шикарно снимать 8K видео, да, и прочие разные какие-то прелести жизни, вот, и вот такой вот, такой тоже вариант возможен. Список альтернативных камер довольно большой, из того, что можно здесь посмотреть, из того, что можно выбрать, тут довольно большой список, и можно и R6, и R3, если деньги есть, да, и XT4, кстати, неплохо справляется с репортажной съемкой, и D6, который очень странно вышел у Nikon, потому что он вроде бы вышел, вроде бы нет, вроде бы да, вроде бы непонятно, зачем он нужен, и чем он отличается от D5, мало понятно, в общем, какая-то такая странная камера вышла, но, тем не менее, она есть, тоже можно попробовать Z6, Z2, Z780, Z500, и помните, это IPSC-камера, у которой используется как раз фокусировка от D5, Olympus, Sony A1, A9 второго поколения, ну и так далее, там подобное. Да, вот такая картинка, как выбрать фотоаппарат и не сойти с ума, она предваряет вот такую большую табличку, в которой я собрал все основные камеры, которые могут хорошо снимать репортаж, вот здесь сюда включил, и, конечно, здесь много информации, много чего можно полазить, посмотреть, но D5, на мой взгляд, это лучший вариант, Z9 это хорошая альтернатива, при условии, что вы не считаете денег. Неочевидные альтернативы, но тоже вполне логичны, это XH2S, камера, которая может снимать 40 кадров в секунду, для репортажа это может быть полезная, скоростная камера, при этом автофункус, да, при этом очень хорошие характеристики по видео и с хорошей картинкой, которая может быть тоже очень вполне-вполне резонна, ну и D500, про которую я говорю. Для видеосъемок тоже можно выбирать камеру, нужно понимать, что видеосъемки это отдельная категория, поэтому здесь прям отдельные камеры, вот, и у Panasonic есть очень хорошая камера S1H, которая прекрасно подходит для видеографов, для тех, кто снимает видео, с большим-большим-большим набором всяких разных плюшек, которые есть для видео, и при этом, если вы собираетесь серьезно заниматься, где вам понадобится именно такая камера, и где вам нужно будет именно все ее возможности, то вполне вероятно, что камера здесь будет не самый дорогой элемент, несмотря на то, что она очень дорогая, она будет здесь не самым дорогой, потому что есть очень много других дополнительных моментов, которые сделают стоимость вот этого всего набора заоблачно-высокой, но мы говорим сейчас про то, что же можно получить там на все деньги. Очень хороший вариант относительно недавно вышедшая A7S III, тоже видеокамера, и тоже скорее это не фотоаппарат, скорее видеокамера. Вот, из альтернатив здесь может быть R6, в принципе тоже неплохо, может быть T4, H2S, Z6 II, ну и всевозможные Panasonic, которые, в принципе, довольно неплохо справляются с ролью видеокамеры, GH5, GH5S, GH6 и довольно прикольная Sigma FP, очень прикольная камера. Сейчас я покажу, как она выглядит, в том плане, что она тоже может быть довольно интересным результатом. Вот, хорошая видеокамера Fuji, вот Sigma, она очень маленькая, такая реально коробочка. Тоже делается обвес, почему она может быть прикольной, потому что это полный кадр, Bnet L, Leica L, то есть тоже хорошая оптика может использоваться, и фишка в том, что раз вам все равно камера делает с обвесом, то может и не нужно покупать все вот эти лишние прибамбасы, то есть не нужно переплачивать за видоискатель OLED, там какой-то супер-пупер навороченный экран, какой-то поворотный, вы все равно не будете в видеокамере его использовать, все равно вы будете навесное оборудование использовать, у вас будет выносной монитор, у вас будет объектив, скорее всего, с ручным фокусом, у вас будет, скорее всего, там, кинообъектив, да, скорее всего, будет рекордер, который пишет, ну, может, не нужно переплачивать, можем взять вот такое решение, в принципе, довольно прикольно. Фотоаппараты для семейного использования, ну, здесь уже знакомая нам ZV-E10 подходит, M200 камера, вот, и тоже целый список тех камер, которые могут быть в этом списке, в этой категории, для семейного, для простоты использования. В качестве, ну, фишки альтернативной могу предложить рассмотреть PL-10, относительно новая микрофортридная камера, компактная, легкая, очень стильная и с большим количеством оптики, как я уже говорил, что это может быть немаловажно. Дальше идет деление по цене, ну, то есть, выбор техники под заданный бюджет, но тут мы можем разделить на несколько категорий, на дорогие, недорогие, на всякие разные стоимости в долларах, потому что, к сожалению, в рублях сложно нам вообще как-то считать, но это мы немножко сейчас пропустим, потому что у нас и так много информации, просто общее, то, что можно это разделить, можно найти здесь вот такие камеры для, там, тысячи долларов, можно найти такие камеры, полторы тысячи, можно такие камеры. Это тема для отдельного большого разговора, который мы с вами обязательно можем еще отдельно провести, тем более, что сегодня трансляция у нас была не очень, вот и я предлагаю тему, может быть, это отсрочить, да, и как-то ее еще потом обсудить. Камеры, которые дороже двух с половиной тысяч долларов, ну и очень дорогие фотоаппараты, которые тоже бесконечность не предел, тоже можно обсудить и тоже можно поговорить, что здесь есть и какие здесь есть камеры на выбор, ну, по крайней мере, выбирать, наверное, никто не мешает. Вот, спойлер-алерт, да, какие там фотоаппараты есть. Ну, и деление по брендам, это уже тоже понятно, Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Panasonic, Olympus, ну и всякие разные остальные. А я напоминаю, что у нас скоро стартует несколько курсов новых в нашей школе профайл. 20 сентября введение фотографий, 15 сентября у нас стартует основа фотографии, а 13 октября основа фотографии практика. Основа фотографии – это старт онлайн-курс для новичков, вот, и новичкам, и фотолюбителям, для тех людей, кто хочет научиться обращаться с фототехникой, работать с кадром, владеть приемами съемки, вот, где у нас и домашние задания, и практика, и обратная связь, и все такое. Ну вот, стартует 15 сентября, скидка. Основа фотографии – практика для опытных фотографов, про съемку в разных жанрах. Для тех, у кого есть база, и опытным фотографам, чтобы можно было усилить свое портфолио интересными работами. В разных жанрах снимаем, понимаем специфику жанра, развиваем свое портфолио. Стартует 13 октября, и тоже большая скидка. Есть другие курсы, на которые вы можете потратить бонус 3000 рублей, который придет вам на почту. Напомню, что все эти приятные и вкусные условия у нас до 9 сентября, они длятся, а дальше уже будет опять карета превратиться в тыкву, и вот, собственно говоря, уже будет все не так хорошо. Максим задает вопрос, Panasonic, Olympus и Fuji не все остальные. Но нет, там же есть еще Sigma со своими фотоаппаратами, там же есть еще Youngno, есть еще разные там попытки, которые зайти на рынок, там другие. То есть есть варианты, которые можно отнести к другим. Но да, Olympus, конечно, постепенно уходит в разряд. И другие фотоаппараты, хорошо это или плохо, я не знаю. Но их ставка на микрофортурицу, она, в общем-то, не оправдалась, к сожалению. Но даже, скажем так, не ставка на микрофортурицу, а ставка на матрицу, которая у них была, которая устарела, и которую они вовремя не проапгрейдили. Это привело к тому, что техника довольно быстро устарела. Попытка выжать все из одной матрицы, из одной какой-то системы, когда себя не оправдала. Вот. Выбор стоит между Canon, Nikon и Sony? Ну, я бы сказал бы нет. Я бы сказал бы, что выбор стоит между Canon, Nikon, Sony и Fuji. Потому что, если вы снимаете, допустим, рекламную фотографию, то у вас, в общем-то, альтернативы среднего формата особенно нет. Как я уже говорил, довольно часто бриф приходит с таким требованием, что вы снимали на среднеформатную камеру. Ну, то есть, вот такое требование уже часто в рекламной фотографии, что ни Nikon, ни Canon, ни Sony не предлагают альтернатив. Ну, только A7 IVR, она хоть как-то приближается, но на нее смотрят так, ну, типа, сквозь пальцы. Ну, да, может быть, ну, человек такой, типа, пришел с A7 III, IV, в смысле. Ну, типа, ну, окей, ну, ладно, ну, ладно, пускай, может быть, на первый раз простим. А так, вообще, если говорить про рекламную фотографию, ну, там, серьезный уровень, это ждут среднего формата, а это либо GFX, который стоит вменяемых денег, ну, то есть, да, то же самое 100S, просит 6 тысяч долларов за рубежом. Это вменяемых денег, это сопоставимо с стоимостью той же самой A7 IVR. Да, она дешевле, но стоимость, в общем-то, близка. То есть, для профессионала это не такая, там, получается, смертельная разница. Вот, и либо ты приходишь с GFX, либо ты приходишь с Phase One. Ну, Hasselblad, ну, я бы не стал рассматривать с точки зрения стандартов таких де-факто, которые нигде не закреплены, де-юре. Де-факто Hasselblad — это фэшн, вот, фэшн, my profession. То есть, это подиумный, это рекламный фэшн-мода съемки Hasselblad, там правит балл. А Phase One и Fuji, который ворвался очень активно в эту нишу, вот они как раз рекламная фотография сейчас, да. И альтернатива может быть то же самое, Z7 можно попробовать, A7 R4, A3 можно даже попробовать. Можно попробовать с R5 зайти, попытаться, но все это уже немножко не то. То есть, 35 миллиметров — нет. Вот. И тут вот, да, такая вот история, что не только, получается, Canon, Nikon и Sony, да. Получается, что кто-то еще должен быть, а кто? Ну, вот. Ну, и если говорить про видео, то тоже, опять же, Panasonic прекрасно выступают в видео, те же самые Lumix, Jash серии. Пятый, шестой прекрасные видеокамеры, их уже сложно назвать фотоаппаратами, потому что они фотоаппарат так сбоку припек, так, ну, типа, могут... Видеокамеры, которые могут фотографировать, я бы так сказал. Но это серьезные аппараты, да, те же самые S1H, у Panasonic прекрасная совершенно видеокамера, да, то есть вот, которую можно снимать. Поэтому Panasonic тоже, видите, получается, без него не обойтись. Fuji в видео сейчас очень сильно выстрелила, те же самые вот X-H2S, которые сложно выговорить, сразу язык заплетается. Она тоже прекрасно выступает на фоне видео, да, в формате видео, да, и тоже нельзя сбрасывать со счетов эту камеру. Ну, то есть она, получается, тоже входит. Так что не только триад такая. Зачем такие высокие разрешения? Ну, как я уже сказал, то есть многие люди, если говорить про рекламу, они хотят большой избыточный кадр, чтобы потом его можно было по-разному нарезать. То есть у рекламных людей, то есть где-то занимается реклама, у них немножко по-другому мыслит мозг. У них мозг мыслит макетами, то есть макетами, где будет размещаться эта реклама, то есть это печатное издание или это будет в интернете где-то размещено, то есть это будет баннер, и они сразу представляют себе, ага, вот здесь у нас машина, а тут нам нужно много пространства, и тут нам нужно много пространства. Вот тут должно быть место ровное для текста, а тут должно быть для названия, а тут мы сделаем то, а тут сделаем подвал, а тут все пятьдесят. Это вот у них такой расклад мысли, то есть им нужна большая фотография, на которой они смогут уместить много материалов. То есть они мыслят вот этим макетом. И поэтому для них важно, чтобы это был запас, чтобы у них была возможность подвинуть, откропить, отрезать здесь, добавить там. И тут ты либо снимаешь несколькими кадрами и склеиваешь панораму, ну то есть снимаешь, чик-чик-чик-чик. А если говорить про динамику, это не снимешь. То есть машина едет, ты не сможешь снять панораму. Ну вот хоть ты тресни. Значит, ты должен снимать одним кадром, а дальше что ты делаешь с этим? Либо ты говоришь, сейчас я вам сделаю большую, из этого растяну, и вы не заметьте, но это все замечают. Либо ты снимаешь среднеформатным фотоаппаратом. И потом это все идет, конечно, на формат А4. А4 это формат, который требует всего лишь 8 мегапикселей, чтобы напечатать при 300 dpi плотности журнальной печати. Да, формат А4. 8 мегапикселей, видите, как правило, это та самая детализация, которая нужна в журнале. Но чтобы эти 8 мегапикселей получить, вам нужно сначала 100 снять. Из этих 100 выделят 8, да, или сожмут до 8, да, и будет у вас как раз то, чего они хотят. Более широкоугольный объектив не всегда можно взять. Широкоугольный объектив несет в себе другие проблемы, ну, то есть там свои проблемы. Широкоугольный объектив — это искажение перспективы, свои собственные, да, которые не всегда нам могут помочь. Вот Дмитрий спрашивает, если, видимо, с Olympus или Crop2 перехожу на Full, то все старые столько, ну, не в мусор, а просто продайте, и все. Если снимать XT200, какой объектив купить для макро? Для макро у Fuji есть хороший объектив 80 мм. Макро объектив прекрасный, совершенно шикарный, он дорогой, но он реально хороший. Для XT200, конечно, это будет перебор, но на вырост его можно взять, и он прекрасный. Если не хотите много переплачивать, то можно смотреть 60 мм, 2.8, старенький, но по-прежнему в строю и очень даже бодренький объектив. А если хотите с подвывертом, а такой тоже возможно, то я вам рекомендую обратить внимание на оптику Zeiss. Карл Zeiss делал три объектива для Fuji, прямо с байонетом X-Mount, делал три объектива, 12 мм, такой сверхширик, 32 мм, неудачный такой нормальный объектив, неудачный, потому что некрасивый, и 55 мм, 2.8 макро объектив, он реально бомба. Его сложно найти, но на бэушную можно найти, можно купить, он будет дорогой, но он реально крутой, он дает один к одному макро, и при этом у него нет дыхания при наведении на резкость, это очень важно для макро объектива, это очень крутая штука. Вот, поэтому если, Юля, вы любите макро и хотите с чего-то начать, то вот вам на три варианта, 60 мм, 2.8 старенький, на полу макро объектив, почему? Потому что на один к двум дает увеличение, но тоже прикольная тема, можно попробовать. Либо реально макро один к одному, 55, это Carl Zeiss, Tuit, он называется, Zeiss Tuit, с 2.8 светой силой, шикарный совершенно макро объектив, но только бэушный, новый вы не купите. Вот, либо 80 мм, я не помню, какая у него светая сила, по-моему, тоже 2.8, хороший макро объектив от Fuji, новый относительно. Вопрос, как вы думаете, EOS R устарел? Ну да, EOS R устарел. EOS R это по начинке то же самое, что 5D Mark IV. 5D Mark IV по прежнему строю, на него можно снимать, получается хорошие картинки, но еще вполне нормальный фотоаппарат, EOS R тоже вполне нормальный фотоаппарат, но по современным меркам он уже, конечно, устарел. То есть я бы смотрел на что-то новое, то есть думал бы про апгрейд, а апгрейд, ну, что там, R7, R5, что там, R6, в зависимости от того, какие есть деньги, на что возможно, если говорить, переходить. Ну, R6, в принципе, наверное, будет неплохой вариант. Ну, R6, что-то его знает, после R не знаю. Надо смотреть, надо думать, что-то такое. iPhone. Ну, главный вывод, который можно сделать, я бы сделал бы, какой вывод? Ну, изучаю всю эту фототехнику. Первое, что я могу сделать, вывод, что нет смысла гнаться за полным кадром. Вот мое мнение, оно давно уже сформировалось, сейчас оно только подтвердилось. То есть нет смысла гнаться за полным кадром, вы ничего на полном кадре сейчас уже не выиграете. То есть если раньше была разница очень очевидна, прям реально такая, знаете, вот, о, это снято на кроп, а это на полный кадр. И прям разница, прям вот, ну, глаза режет, прям смотришь, вот, вот, все прям разное. Вот. Это первый вывод, который я сделал. Второй вывод, вам, мне кажется, нужно более четко определиться с задачами, которые вы собираетесь решать. Ну, то есть вот каждый фотограф должен определиться с задачами, которые он собирается решать, что он собирается делать, да, и как он собирается эти фотоаппараты использовать. И нужно понимать, что у каждой задачи есть конечная цель. Конечная цель фотолюбителей разместить фотографии, не знаю, там, в Инстаграме, где-то еще в каких-то там социальных сетях, да, поучаствовать в каких-то конкурсах. Это интернет. Интернет и какие-то ресурсы, которые, как правило, не обладают высокой детализацией, не требуют высокой детализации. Если у фотолюбителей такая конечная цель, то гнаться за высокодетализированными фотоаппаратами с какими-то многомегапиксельными камерами, мне кажется, особенно смысла нет. Но вы ничего не выиграете. Вам не нужно 100 мегапикселей, чтобы разместить в социальных сетях фотографии. Ну, нет в этом необходимости. Да, можно, конечно, себя потешить, да, то, что у вас 100 мегапикселей. Это вот, не знаю, там, покупать Мерседес, у которого 600 лошадиных сил, но ездит по Москве. А в Москве пробки довольно часто, его много. Вот, и ехать на таком Мерседесе, ну, это просто чувствовать эго, да, то есть вот свое эго баловать, да, потому что у тебя 600 лошадиных сил под капотом. Да, ты можешь нажать, а она... А куда ехать? Никуда. Ну, да, там, по МКАДу ночью надавил, и сразу тебе 10 штрафов пришло. Да, понятно, что владелец такой Мерседеса, штраф у него как слону дробина, но, тем не менее, все равно. Бессмысленная трата, в общем-то. Смысла. Нет в этом никакого. Поэтому, если у вас конечная цель фотолюбительские фотографии, которые вы складываете в мобильные какие-то... Ну, не мобильные, вот, скажем так, в социальные сети, да, в интернет, то стоит вопрос дальше уже, какая вам камера нужна там. С большим парком оптики, с таким парком оптики, с таким, сяким. Может быть, имеет смысл смотреть на кропы, и смотреть на кропы, у кого больше оптики хорошей, которые объективы будут более дешевые, которые будут более качественные, например. Есть возможность что-то поснимать интересными какими-то объективами. То есть это, в первую очередь, бирезеркальная камера, которая имеет переходники, и вы можете использовать какую-нибудь старую оптику, например, какие-нибудь старые объективы, Pentax, старые Canon, старые Nikon, не автофокусные, да, которые дают прикольную картинку. Лейки, да, может быть, там, через переходники, объективы, да, это, соответственно, беззеркальные камеры, а тут у нас беззеркальные камеры, получается, кто, да, получается, Sony, Fuji, Olympus. Были такие три кита, которые беззеркальные техники давали большой выбор работы со сторонней оптикой и с большим количеством переходников, да, Sony будет выигрыши, потому что больше всего переходников, и больше оптики, и больше возможностей. То есть вот здесь вот будет такой вариант. Ну, это такая вот альтернатива. Может быть, другая какая-то альтернатива. То есть вы должны решить для чего. Снимаете репортаж. Ну, вот для репортажа я бы, конечно, смотрел бы, может, в первую очередь какой-нибудь там брать D5. Нельзя взять D5, взять D500, Nikon, да, нельзя взять D500, да, взял бы там что-нибудь еще. Близкая к этому, ну, наверное, из Nikon. Вот такая вот история. Ну, примерно такая. Так, Максим пишет, еще вопрос задает. Реально столкнулся с проблемой Кроп, когда переехал на съемки, где у меня взялся получать более опытный фотограф. У него был фолл-фрейм с 50 мм 1.4, а у меня Кроп с фиксом 51.8. Вот, я столкнулся с тем, что просто физически не мог взять такие ракурсы и композиции кадра, как он, потому что у меня объективы физически не влезали в кадр. А зачем вам нужен, как он? Надо снимать, как вы. Вот, понимаете, вы пытаетесь догнаться за ним, как он, да, и сделать то же самое, что как он. А может быть, и не надо, как он. Вот, может, надо, как вы. Вот, если вам хочется, как он, то тогда возьмите не 50 мм 1.8, а 35 мм 1.8. Вот, и с вашим Кропом 35-1.8 будет давать такую же по углу зрения картинку, как и у него. Вы будете снимать с такого же ракурса. Вот, и такая вот получается история, да, в которой все, ведь не так уж и все сложно. Хочется обновить фотоаппарат, какой выбрать для студийной съемки? Для студийной съемки, на самом деле, не так важно, какой фотоаппарат вы возьмете, потому что студийная съемка, в первую очередь, играет роль свет. И, соответственно, там изучать нужен свет, а какой фотоаппарат у вас будет? Любой, который вам больше понравится. Ну, понятно, что с полным кадром лучше всего, потому что в студии важно высокое качество, да, и там вот это будет как раз тема Кропфа, и не так важен, да, и... Вот какой-нибудь неторопливый можно для студии взять RP, например. Canon RP, Canon R-ку, для студии будет хороший вариант. Полный кадр, там не нужно кроп, считать там кроп-факторы, какой взять объектив, то есть A5-10, просто берете и снимаете этим фотоаппаратом. Я бы вот что-то такое для студии взял бы. RP, мне кажется, для начинающего студийного фотографа идеальный вариант. Ну что ж, друзья, вы можете сформулировать свои вопросы и задать у нас в ресурсе нашего как раз курса, который у нас был, мастер-класс, там задавать какие-то свои вопросы, продолжать. Вот, если что-то не найдете, какие-то ответы, то вы можете меня спрашивать, я постараюсь вам тоже что-то ответить, ну и другие люди могут тоже отвечать, если вы вообще не напишите, да, может быть, дискуссия. Если говорить про объектив для студийной съемки, то я бы смотрел бы какие-нибудь объективы в районе 70-200. Мне кажется, это хороший вариант. Есть ли смысл менять 300 на 7500? На мой взгляд, нет. Я бы не стал менять. Я бы искал бы что-то более уже другое, да, то есть более продвинутое. То есть вот 300 менять на 780, да, или там 750, да, я бы стал менять. А на 7500 не стал бы менять. На 500, да, я бы стал менять. Ну, там больше просто автофокус лучше, и серия, и вообще такая камера более шустрая. На 500, да, на 7500, нет, не стал бы менять. Переходные кольца для макросъемки и медлиц, ну, в качестве попробовать макро, нравится вам или нет, вот эта история, можно взять. В качестве качества они не дают высокого, надо понимать. Вот, но если будут вопросы, вы задавайте. Напомню еще раз, что все приурочено к старту курса. Старт курсов вы можете посмотреть на страничке в нашей школе, где когда начинается, записывайтесь, приходите, учитесь, мы будем с вами все это обсуждать, и техники в том числе на наших уже занятиях. Вот, все, удачу, счастливо, увидимся с вами. Ну, и, конечно, мирного неба вам над головой, это очень важно. Спасибо. 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 Спасибо.